1 2 3 1 2 3 и барабанная дробь всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сами здесь только долгие стримы и быстрые обзоры и сегодня у нас три причины с вами собраться было первая причина во всяком случае для меня это то что мы с вами благополучным образом набрали 100 миллионов просмотров за что я хочу сказать спасибо в первую очередь вам потому что вы меня смотрите и если бы у меня не было там не знаю первые 10 просмотров на ролике потом там 100 и 1000 когда-то то вряд ли бы этим делом так упорно занимался напоминаю что на ю тюбе у меня обзоры каждый день на лайв канале иногда даже два раза в день второе кому хочу сказать спасибо разумеется своей семье мой сын нила моя супруга ли она они меня все время это поддерживали и скажем так они были увеличены не меньше чем я то есть фотографии какие-то какие-то подсъемы и все остальное это и их заслуга тоже то есть можно сказать что это не мой канал на сто процентов потому что третье спасибо хочу сказать оператору игорю мы работаем уже полтора года и фактически это не оператор а как партнер и я думаю что вас пока все устраивает напоминаю что канал никем не ангажирован ни в коем случае а пока не являюсь ничьим амбассадором предложение было море предложение все еще идут но это как из разряда ну я все время придумал условия почему не получится сформулирует так тех кто хоть раз со мной в чем-то работал либо работали со мной в каких-то других моментах понимают почему у меня за глаза там было не знаю называли меня броневой либо еще какими-то словами которые подразумевают что если я что-то решил и что-то придумал то вне зависимости от условий обстановки а буду делать так для меня канал повторяюсь это такая штука которая является помощью для большого количества людей а понимаю что люди которые не имеют возможности к сожалению размышлять знать всем огромное спасибо за поздравление лучше поздравление от вас будет это лайк подписка комментарий и колокольчик потому что колокольчиков у нас мало особое спасибо девушкам потому что у меня антирекорд наверное по просмотрам от девушек на канале это около 7 процентов а может быть нет час 6 процентов огромное спасибо всем кто интересуется техника я прекрасно понимаю что та подача информации которая есть у меня она не каждому зайдет и причин то по мне много основная как мне многие близкие люди говорят я использую слишком большое количество терминов и я подразумеваю что люди разбираются да нас немного но мы разбираемся это хорошо напоминаю что есть телеграм-канал взаимопомощи где нас 14 тысяч человек и ввиду того что мы набрали 100 миллионов просмотров 3200 человек которые там в черном списке исключая тех у кого имена связаны с какими-нибудь политическими штуками либо рекламы либо в описании рекламы либо непристойные картинки они не будут разбанены разбанены не будут все у кого есть любые виды флагов то есть это ваше право но еще раз повторяю что канал что мои все ресурсы без политики без религии я уважаю все типы религии я уважаю все конституционные неконституционные монархичные любые виды строя но повторяю что канал абсолютно бесконечно аполитичен единственное что меня интересует это железки разумеется человеческое мне ничего не чуждо то есть я точно не из тех людей которые считают а правда оправдывают любые виды насилия я из тех людей которые абсолютно бесконечно против любых видов алкоголя наркотиков либо табака то есть я не употребляю ничего уже много второе десятилетие может быть даже и до третьего дотяну я понимаю что многим без этого никак и опять же это не радикальный подход это из разряда того почему мне никогда не было не будет рекламы на допустим у горных штуковин банков хотя это очень выгодно и в принципе ничего в этом а-ля плохого нет но может быть банки когда-то и будут не зарекаюсь но это наверное что-то меня совсем припереть должно третий вариант разумеется никаких там сомнительных штуковин из разряда курительных нет я не про зож потому что минералку хотя я пью я пью кофе тоннами и ем абсолютно не полезные продукты здесь правда йогурт стоит но вообще ем шоколадки тоннами но здесь уже вопрос насколько кто собирается долго жить я долго жить особо не собираюсь хотя уже и так прилично если вам там допустим 20 лет и вы от меня слышите я сани мне 39 лет вы думаете ёшки-гогошки мне еще одну жизнь также прожить где-то через час я расскажу вам по поводу себя кто и есть как был к как вообще бежил как чему пришел ну а сейчас я расскажу в принципе о каких-то вещах основа данного проекта потому что это уже все таки проект это не просто youtube канал youtube канал дал можно сказать пуш чему он дал пуш вот это 4 кому я хочу сказать спасибо вам уже сказал семье сказал игорю сказала 4 это администратор моей телегии и я считаю что благодаря им опоссуму дмитрию гордиенко завтра вячеслав который нас покинул по политическим причинам потому что у него есть какие-то надеюсь он сейчас еще живой ввиду своих политических каких-то воззрений желаний и особого рода кровожадности но не будем об этом будем о хорошем так вот этим людям всем 39 человеком которые находятся у меня в телеграм-канале для администраторов тоже огромное спасибо это чистой воды волонтерства отдельное спасибо кстати андрею от вас я надеюсь тоже оно будет почему потому что он сделал таблицу когда-то давным-давно по наушникам по часам по телефонам из тех что я тестировал абсолютно получается неангажированные тесты железок и у него есть дзен-канал как раз он ведет мой дзен-канал под моей гиды окей польза нет но логично что у него там части его и можно сказать что это его канал все-таки ему тоже отдельно огромное спасибо спасибо вот я надеюсь что никого не забыл разумеется архитектору universal еще очень многим они кстати ведут телеграм канал новости в описании тоже он есть есть польза грамм там немного людей там 1700 человек но там все делятся фотографиями если вам интересуют как кто может делать фото с прямыми руками на разные типы устройств добавляйтесь насчет почему они дождался допустим 400 тысяч подписчиков я могу сказать просто мне уже писали по этому поводу друзья для меня эта цифра но она что-то значило до 100 тысяч подписчиков почему потому что миллиона у меня не будет то есть я не легкий человек я не легко преподаю передаю ну передаю информацию допустим для вас может быть вы понимаете что я говорю может быть вы успеваете обрабатывать информацию что и за что и же скоростью с которой я ее преподношу но большему количеству аудитории вот они посмотрели у меня какой-то обзор и все и забыли там в 02 скорости как я советую потому что слишком много информации это понимаю это не всякому зайдет и безумно огромное спасибо всем кто смотрит кто интересуется потому что с данными железками это не просто то есть можно сказать что опять же как выиграть приз как выиграть приз давайте так как все ждали очень долго извиняюсь что я перепутал и в 10 часов вечера у нас стрим должен был быть по моему времени а получилось что точнее папа москве а получилось что у меня плюс 4 что это по вашему и да давайте тогда расскажу вам каким образом можно выиграть honor magic 5 ultimate в первую очередь вам необходимо подписаться на этот канал все очень просто и под стримом когда он закончится написать свое имя в телеграме и подписаться на телеграм-канал скидок но магия в том что если у вас не получится написать свое имя пишите через пробел соответственно когда у меня на телеграм-канале скидок там уже 94 тысяч человек будет 100 тысяч человек я этот смарт разыграю если у нас получится такая история что я буду разыгрывать данный смартфон не не наберется 100 тысяч человек до 11 ноября я буду разыгрывать его 11 ноября думаю все честно просто и вас всех это устраивает напишите если есть какие-то проблемы почему потому что напоминаю мобильник все-таки 100 тысяч канал еще раз повторяюсь никому не принадлежит никому не принадлежит если кто-то есть из маленьких каналов я вам объясню что это и я думаю что в эти с этим сталкивались когда вы 10 20 30 тысяч подписчиков являетесь блогером то вас пытаются купить какая-то платформа которая обещает вам настраивать все которое обещает вам что у вас будут хорошие просмотры еще что-то еще что-то я всех этих людей блокировал почти все крупные каналы кому-то принадлежат таким образом на 50 процентов они срезают допустим половину монетизации что-то дают то есть первично они обучают вас тегом еще чему-то хотя я с удовольствием сделаю туториал как вести youtube канал бесплатно я еще раз повторяюсь почему допустим меня нет ни в каких коучинг их темах меня очень часто приглашали где-то кому-то объяснять что как делать допустим по поводу ютюба по поводу гаджетов и все заканчивалось знаете на каком моменте на том моменте что я говорил я готов это делать только одно условие бесплатно и так как никто не соглашался соответственно никаких подобных проектов у меня не было до николай шуклин партнерок у меня нету не было и не будет то есть есть партнерки с ревками они есть но ты их можешь менять каждые 15 секунд там утрированная недавно сносил полностью одну потому что она профанилась и людям не восстановлен не возвращала деньги с этих когда ты покупаешь и тебе кэшбэк с кэшбэка но не будем об этих вещах я проще говорю скажу проще говоря скажу что я не из тех кто многие из миллионников жаловались что вот приходится половину монетизации отдавать все мои вся моя монетизация уходит мне разумеется после налогов налоги все платятся за это дело не беспокойтесь следующий момент по поводу амбассадорство каких-то брендов предложения тоже были но и у этих брендов очень очень плохие условия и каждый раз когда я думаю о том что ну вот надо потому что уже прижало мне как-то жизнь подкидывает идеи или какие-то штуки которые позволяют мне безбедно существовать прямым текстом и безбедно также вести канал я думаю что вы замечаете что особо я не клянчу давайте я куплю это то или то и и если я у кого-то даже что-то брал это только по той причине что они мог физически купить то есть этой вещи не было в продаже сейчас я продолжаю все покупать на али амбассадорство samsung даже не рассматривал бы даже не рассматривал бы вообще то есть из тех нормальных вещей которые мне предлагали и на которые был согласен это был один из брендов который делает робот-пылесосы но ничего не срослось и ничего критичного повторяюсь тима я буду сегодня там завтра всем а нашей дружной команды администраторов мы будем разбанивать 3000 человек почти 3000 потому что там 3300 там у многих повторяюсь флаги какие-то религиозные штуки и я считаю что это нехорошо так вот я думаю что будут разбанены все но напоминаю нет никакого мата хамство не надо тупить жестко прямым текстом то есть пользуйтесь поиском в телеге она реально очень полезно я и пользуюсь я спрашиваю там я пользуюсь поиском этого телеграмма так я знаю и написал про то я ко всем харсер что-то там хорошо отношусь я щас покажу не а самсунг следующая 73 которая на свои деньги купил и продам примерно я уверен что в те же деньги в рублях во всяком случае это любой представитель бренда знаете может сказать то есть я делаю один смартфон говорю он хороший я бы его выбрал там samsung s23 делаю 10 считаю что они дорого стоят и все-таки вот ты его хочешь у меня канал такой я ищу недостатки вот ну я думаю что достоинство еще раз можно всегда в рекламе прочитать тим тим я очень рад что это дело вам заходит чип нейролинк поставил бы нет не поставил бы за 50 74 breeder я не против рекламы еще раз вам повторяю просто если вы посмотрите мои рекламные обзоры их наверное 10 штук за пять лет набралось на канале напоминаю что канал ведется с конца семнадцатого года то есть фактически да за пять лет я набрал миллион просмотров один тысяч 1600 роликов то есть ли мы предположим что их 2000 то в среднем получается каждый ролик 50 тысяч просмотров понятно что какой-то миллион какой-то 3000 внутри тысячи нету но в целом примерно так плюс есть live канал если суммировать конечно давно бы уже 100 миллионов было но мы не будем об этом грустно потому что это лайфхак и сейчас кстати 100 миллионов нет сейчас по моему 99 миллионов 980 сейчас я вам скажу тысяч сколько я опять ошибся 990 965 тысяч если вы смотрите этот стрим в записи то скорее всего там уже миллион за ночь точно он будет потому что сейчас но техно сегмента и у меня в среднем идет в сутки 80 тысяч просмотров на подъеме было 180 тысяч просмотров в сутки вот и для меня это просто нереально космическая цифра а насчет того как я делаю что я делаю и как я подбираю вообще девайса все очень просто я тут просто смотрю что продается на лишь ки во время сайлов все я даже новости особо не читаю почему потому что я понимаю что во первых новости очень сильно отличаются от того как реально одна или другая железка живет телега у тебя была хорошая если бы не модар не модера толы рк g еще раз если вам не подходит этот телеграм-канал и она для вас нехорошая для 14 тысяч человек которые там находится она хорошая если вы не хотите чтобы вас разбанили вы оттуда сразу удалитесь из этого телеграма потому что еще раз если кто-то захочет туда прийти прямым текстом качать права ну идите в другие телеги а он примерно читаю что там тот хаос который есть телеграма который я читаю с шутками из разряда голубая луна с попыткой постоянно пошлить но это дичь почему потому что еще раз я 20 лет работал в силовой структуре я разговаривал на мать и я прекрасно понимаю что это такое но вы должны понимать что в этом телеграме есть люди которым 12 лет если люди которым 70 лет и они друг с другом к сожалению с уважением общаются именно на тонкой грани если вы ее не видите то просто вот вам вот такие телеги где вас девятилетние пацаны будут матом крыть и смеяться над вами окей я не хочу этого видеть как стать модератором после таких вопросов не становятся модератором модераторами становятся только те кто долго очень подписаны все нагоним до 100 миллионов пока стрим идет нет не не нагоним а вы учитывая что в онлайне у нас 400 человек а когда у нас что-то железное из разряда сяомишки мы что-то покруче можем набрать не не полис мен отправь хонор ничего не понял но очень интересно пам-пам сергей петров я вообще не в этом смысле не рефлексирую в телеграм с администраторами я периодически скидываю скрины того что мне пишут вы понимаете что тролли опять же политические тролли они пишут с двух сторон мне при том с обеих сторон с диаметрально противоположные идеи желанием и всем остальным если говорить про тролли которые про железки представляете скольким продавцам я вот здесь вот сижу особенно там не знаю какой-нибудь infinix я пообозревал сейчас и сказал пока x5 объективно лучше и там прибежало просто не знаю эти 200 человек которые бедно бедные на авито за 19 тысяч это шлак не могут продать еще люди которые накупили его с дури и сейчас его точно никогда не продадут и через год тоже если он даже не окирпичится у меня позиция всегда очень простая я рассуждаю как человек который покупает девайс и потом либо его продает либо прикидывает вот если бы я им пользовался какие бы у меня проблемы были и поверьте мне некоторые девайсы опять же infinix у меня был этот смарт я не знаю сколько полтора месяца ни одной обновы туда не прилетело как эта штука глючила так и глючит это не из разряда вот какой ужасный infinix вот допустим а 73 на который будет обзор он тоже ужасный за свои деньги ну то есть это бред за 30 тысяч такое покупать но если выбирать infinix за 73 с аля нормальным железом но вот таким вот по ужасной камерой и samsung за 30 я его выберу но если выбираете самсунга и сяоми тем более какому там не знаю сяоми глобального даже 12t я выберу сяоми и тут надо дураком быть чтобы выбирать телефон который ты не продашь это как не ну никогда ты золото покупаешь и потерял там 80 процентов сразу по выходу из магазин ты вообще чуть ли не всю стоимость потерял потому что попробую этот шлак продать дураков то мало ну реально людей которые готовы покупать после обзора то есть видят красивое личико которому они периодически доверяли и не понимают что они делают 500 обзоров на один бренд только по той причине что ну как со мной там с ним договорились отвалили ему 6 миллионов допустим за год того что он сделает 20 обзоров но он их без шильдика лупят без дома маркировки без всего остального и реальная налпишкой нервно-лигвистическим программированием пытается людей убедить что циферки это важно хотя циферки это не важно важно как что-то работает и мы это прекрасно знаем начиная от машин с их лошадиными силами и заканчивая не знаю электроникой на которой и заборами на которых что-то пишут вот так что по поводу девайсов я уже сказал я работал обозреваю очень много бесполезного сегодня допустим обозревал айкушный планшет но для вас он бесполезен для меня он не бесполезен почему потому что айку это такой бренд который любят реально его любят он классный и те кто покупают китайские акушные смарты в россии неангажированных даже в магазинах серых нет они покупают чаще всего на али так вот они этому делу радуются я таких людей встречал потому что когда я покупал айку еще два года назад когда римми никто не знал и римми а также прямым текстом пиарил при том самое интересное заметьте я пиарил римми до того как открылся официальный офис в россии как только он открылся я с ним разумеется поругался потому что у них раз безумные цены два очень нечестный маркетинг я вижу чужие обзоры я понимаю до какой степени они балаболы и людей заставляют обманывать и то же самое касается huawei но я не стал о них говорить плохо спросите у меня посмотрите мои топа какие там лучшие смарты будут там половина будет от бибике несмотря на их блокировки несмотря на то что не знаю их офис никогда в россии нормально не будет посмотрите на аксессуары что все время говорю я ношу apple watch но это не лицемерие если у меня спрашивают какой лучший аксессуар и я всегда говорю mi band и вторая категория это любые часы от барабанная дробь huawei у которого я считаю лучшие аксессуары начиная от наушников и часов и samsung и у которых тоже лучшие аксессуары даже вне зависимости от экосистемы понимаете не айку капец как нравится да и поэтому я купил этот планшет к слову я его уже продал то есть сегодня вышел обзор я поехал к перекупу продал его там на 5000 дешевле и забыл то есть там купил за 40 продал за 35 у меня контент у меня самое главное понимаете опыт при том опыт той железки которая мне интересно как я очень часто у людей спрашиваю когда они мне говорят вот зачем ты делаешь на то что тебе интересно а вы попробуйте сделать 1000 обзоров а полторы а суммарно с live каналом 2000 обзоров а каждый день это не из разряда того что это там попробую поработать на заводе я работал четыре месяца работал грузчиком каждый день там в пять утра ехал на этот красный треугольник на ломоносовской в питере все знают 27 рублей тонны никто никогда не верит каждый отпуск кого-то туда ввез когда служил и каждый отпуск мне говорили этот больной там работать нельзя работал по поводу тяжелой работы те кто служил я 20 лет служил при том где нет ни питера не москва заполярье волкам а потом тайга то есть я знаю что такое жить с крысами 6 лет в подвале потому что нет служебного помещения а с какой-то девочкой жить потому что тебе негде жить и потом жениться на ней за квартиры это не про меня хотя нас так было всего два человека таких но это тоже лирика почему потому что у каждого свой путь и по поводу железок то же самое я ищу железки которые мне интересны я уверен кому-то они интересны тоже я них рассказываю могу на следующий день проснуться и рассказывать еще о чем-то вот разблокировать еще раз повторяюсь я всех разблокирую сегодня в телеге ну не сегодня там в течение нескольких дней насчет смартфона honor magic 5 ultimate условия просты подписаться на телегу скидок подписаться на этот канал с колоколом и когда закончится стрим можете через неделю про это вспомнить прийти написать в комментариях через пробелы так как youtube не позволяет написать не через пробелы свое имя в телеграме все даже на пользу на это лайф не надо подписываться хотя будем разыгрывать мы именно на пользу нет лайф лексус я не верил что у меня будет 100 миллионов первую очередь я еще раз повторяюсь друзья из за конверсии то есть если вы посмотрите то по большому счету все у кого есть крупные каналы не считая тех кто был супер большим а вот сейчас свежие миллионники они реально медийные личности то есть это актеры это не знаю диджеи это люди которые имеют возможность допустим я знаю многих общаться с молодой аудиторией да это не целевые как говорят просмотр то есть их смотрят люди из-за их харизмы из-за интереса к их личности из-за их шуток но мне это и не надо но я рад что именно моим подходом получилось заинтересовать вас спасибо большое я я не знаю как по-другому сформулировать потому что я примерно то анализирую допустим недавно несколько каналов выпускала как раз часовые двухчасовые ролики про то как они создавали канал я смотрю а я делал все по-другому то есть у меня же ничего не меняется я не никоим образом не пытаюсь смотреть вот допустим сейчас прямое с прямой прямым текстом посмотрите есть adsense и есть точнее google вот есть яндекс слова наушники беспроводные просто упали и по продажам и по интересу я все равно делаю на них обзоры часы тоже самое я все равно дел ну то есть как сформулировать не интересно это железка да по идее нужно было бы идти за аудиторией я прекрасно понимаю что им надо как им надо там допустим вот сейчас прошло 23 минуты стрима я мог сказать подарок отправьте где я даже не знаю где у меня до донейшин алиртс у меня нет данных прикиньте у меня даже донейшин алиртсу да не заведен ты черт с ним к тому что я не стримы это в каком-то смысле не мое с одной стороны с другой стороны я прекрасно понимаю что я хочу сказать что я хочу донести если вот сейчас у нас в онлайне 400 человек после стрима из не знаю там пяти тысяч человек что его посмотрит у кого-то щелкнет в голове что можно жить и думать по-другому не как все то я буду рад если кто-то подумает что нет третий эшелон не стоит никому ничего доказывать просто ничего просто нужно слушать умных старых дядек сединой в бороде которые абсолютно бесконечно заинтересованы только в одном мне интересно когда вы смотрите обзор когда вы смотрите стрим только одно чтобы когда вы купили вы вспомнили что эту информацию вы получили от меня и вернулись ко мне и у меня там через полгода через год был от вас просмотр и от ваших друзей вот и все то есть все simply clever все очень просто никаких каких-то супер мега схем грамотных там не знаю интро чтобы было смешно в начале шуток в центре не знаю лояльности потому что по идее нужно делать обзоры чтобы всем было хорошо вы посмотрите фактически к те кто владеют самсунгами они скажут саня хейтит samsung те кто владеют huawei они скажут саня huawei долбит те кто биби кем до саня постоянно говорит о том что их блокируют китайские версии те кто сяоми до саня говорит сяоми хуже чем брилме и заелись они в какими-то моментами еще у них камеры никогда не оптимизированы самого начала и на youtube напрямую то выгружать ничего не можешь во всяком случае после рендера потому что они шлака все ютубера после того как покупают смартфоны сяоми и делают вам ролики они сначала рендерят эти это видео сяоми а потом только запихивают в ролике то есть это двойная головная боль ты еще не будешь знать кодировку под которую тебе надо рендерить но кого я хвалю с одной стороны с другой стороны вот и только дурак не меняет своего мнения своих решений и это касается и меня то есть был длинный период когда допустим я был уверен что одни вещи хорошо другие плохо но еще раз повторяюсь допустим самый жесткий диссонанс у меня в голове случился когда я делал топ на ван классовский на топ-10 смартфонов флагманов и там не было ван класса все было очень просто ван класс стал стоить конских денег и он хуже остальных флагманов за свои деньги все у него нет залога защиты у него троттлинг и позавчера когда за ним бегал с плакатом как очень кстати большое количество людей и кричал вау какая штука сейчас нет хотя в подсъемах ван класс 10 ты вы видите а до этого вы видели все время ван класс 9 pro и нет это не для того чтобы перебываться в полете потому что очень много вещей я признаю что я не прав те кто меня смотрят они принципе это видят вот единственное наверное вряд ли я буду более flexible более пластичен в плане каких-то вещей именно с аудитории чтобы вы понимали те кто у кого есть телеграм-каналы или те кто понимает как телеграм каналы работают я не думаю что есть телегов которые 14000 активных человек и 3000 забаненных я прямым текстом вам скажу что это максимально глупо с моей стороны то есть я обрел 3000 хейтеров это раз люди бы смотрели мой канал но они их него не смотрят потому что их забанили в телеге и второй момент в конце концов чем больше людей тем больше людей приходит но это не моя позиция и если кто-то умеет пользоваться аналитикой нет у меня ни одного телеграм-канала кроме новостного потому что его редко пиарю и кроме телеграм-канала польза грамма но он там плюс-минус одинаково который бы не рос а знаете почему потому что как раз нет никакой рекламы нет ботов и все максимально кристально чисто вот может быть с перебором архитектор огромное спасибо что зашел вот к чему это все к тому что чтобы кто не говорил если долго долбить в одну точку я яркий пример вас должны тюбе будет 100 миллионов просмотров главное не опускать руки и еще раз повторяюсь что был период было несколько периодов когда я думал что все и я это дело ну я этот банкет заканчиваю и больше у меня обзоров не будет но я очень сильно сомневаюсь что если даже если он у нас закроется то принципе если его полностью не закроет либо канал не закроет я буду делать обзоры опоссом да спасибо но не знаю зачем делая это очень сильно сходка администраторов дениса почему нет я не понимаю что для вас возможно это не повод но опоссом и я уверен что за столько лет что мы знакомы очень много раз избавило меня от необходимости присесть прямым текстом почему потому что очень часто хочется реагировать и для того чтобы не реагировать вообще ни на что нужны рядом люди сколько стримов я снял снес после того как опоссом не сказал что что-то не то вякнул вы даже не представляете так зато в чате нет хамства до архитектор можно тихо друг друга ненавидеть у меня есть вот допустим наш собственный вился до валентин из администраторов и он прям не переваривает не мой контент не меня но ему нравится комьюнити ему даже обзора мои не нравится уж тем более не нравится кстати мое отношение к самсунгу вот но ничего тусим почему потому что человеку интересно железка и на этой тонкой красной линии когда железо интересно можно вместе благополучно существовать насчет того кто я где и не прошел еще час но я думаю кратко можно уже сказать смотрите если мы с вами разговариваем на одном языке меня абсолютно бесконечно не интересует с какой вы страны я страны и т.д. и т.п. почему потому что я родился в союзе социалистических республик еще восемьдесят третьем году и таких нас много и в основном люди к сорокету ну вот понятно что в 60 лет у них чуть-чуть другие им уже нечего терять они по-другому мыслят а в 40 лет люди особенно которые хотя бы чего-то в жизни добились минимального материального даже я не говорю о духовности интеллекте еще каких-то штукам штуках нам есть что терять и мы мыслим чуть-чуть по-другому вообще во всех аспектах когда ты всю жизнь копаешь почему 83 82 год как раз на ютюбе 40 леток вам интересно смотреть в каком-то смысле обратите внимание проанализируйте их и правда много не за бума ютюба я допустим бум ютюба пропустил на 5 лет на 5 я никогда там не стану еще раз повторяюсь миллионником из-за специфики контента из-за того что я в конце этого паровоза но барабанная дробь 83 года люди они привыкли конкуренции тогда был бум рождаемости и что поступление в какие-нибудь там физико-математические институты точнее школы что в институтах что соревнования что там потом рабочая деятельность служебная деятельность везде безумная конкуренция потому что твоих одногодок море просто их море и те люди которые были рождены в девяностом и сейчас им утрировано там 33 они не проходили того же что проходили люди которые рождены были буквально пять лет до этого или там 7 лет потому что тогда был просто бум да дмитрий 81 я просто помню этот эти конкурсы в институты когда у тебя там 17 человек на место и ты что буквально там за два года до этого ты в девятый класс шел там было шесть человек а сейчас 17 откуда мест не стало меньше и я не пытаюсь возносить этих людей или еще что то я просто говорю почему психика и психология у лиц моего возраста она чуть-чуть чуть-чуть другая и вот из-за того что ты вот в этой в этом безумном мире жил когда все время рядом с тобой бежит чертова туча людей твоего же возраста на те же места везде ты чуть-чуть по-другому мыслишь и да если ты выжил и ты там уже чего-то добился тебе из чего терять и ты думаешь может быть каких-то моментах шире в каких-то моментах уже но не об этом рассказ рассказ первую очередь допустим о железках почему я реально люблю железки то есть если вы думаете что у меня миллионы в банке в долларах у меня нет миллионов это раз два я спускаю все на железо то есть понятно что какие-то вещи я там продаю за копейки там не знаю покупаю камеры которые вам не так я много на них трачу на эти камеры но все равно sony fx3 не дешево стоит с оптикой не знаю там какие-то штуковины такие из разряда смартфонов вот я вроде бы все продал а все равно у меня коробка смартов почему потому что многие говорят я там тестирую одно устройство неделю а потом у человека выходит допустим за полгода 4 обзора полгода с таким-то смартом я такой дичи не делаю я вообще не пишу что я полгода чем-то хожу хотя реально есть девайсы которые с собой таскаю симкой не один месяц но потому что еще раз повторяюсь для меня это дичь если блогер пишет я хожу со смартом как с основным полгода вопрос как он эти полгода тестировал что-то еще или как этот месяц или ты за месяц видишь три обзора месяц с телефоном что ну как бы когда они стопкой да у меня не так же стопка у меня есть смартфон это тогда я могу про а 73 написать полгода ну там не только четыре месяца с ним или про не знаю iphone 14 плюс год со смартфоном ну примерно то же самое и эта позиция по поводу кстати названий насчет почему название топ или шлак или еще что-то постоянно почему потому что много просмотров идут с рекомендации ютюба это раз два если я сразу буду писать ужасный смартфон номер 1 номер 334 кто это будет смотреть ну то есть объективно во первых во вторых минусы но это как в песенке я думаю все прекрасно помнят да куда я скажу стройная или наоборот и все остальное то же самое с железкой тонкая красная линия в начале у меня в ролике про смартфон замануха потом тело обзора основное потом примеры великолепные всех этих штуковин и после примеров фото и видео мы можем благополучно смотреть что правильно в эпилог вот в эпилоге я говорю все что я думаю плюс еще разумеется в примерах съемки то есть там я тоже очень много рассказываю поэтому многим кажется что я повторяюсь ролик но я не помню я когда несколько дней хожу или недель со смартом вы понимаете когда я делаю под съем я уже забываю потому что у меня параллельно еще что-то идет я же не с одним телефоном хожу клик бейтиш до psv именно клик бейчу и без клик бейта не работает ничего только люди которые могут нормально великолепно либо там распаковка называется распаковки снимать ну вот это стандартная штука распакую 10 посылок еще что то но нет кстати это не клик бейт я сейчас объясню почему это не оправдание если у тебя в названии есть название устройства они убийца яблоко и больше ничего это уже не клик бейт вы четко знаете о каком устройстве я говорю и давайте не будем подменять понятия потому что я знаю где вот проходит моя тонкая красная линия к слову вы будете смеяться у меня здесь покупала несколько человек смартфоны в таиланде физики когда на фейсбуке продавал запрещенная сеть пользоваться нельзя не я продавал но приезжали ко мне и они меня смотрят в переводе прикиньте они меня в переводе смотрят кто бы сказал а я спрашиваю почему у них есть и свои малайзия плюс у них примерно такой же язык как в лао пишут мне объясняли через транслист что честно то есть видно что честно потому что я допустим пытаюсь смотреть блогеров из индии абсолютно бесполезная информация есть некоторые люди которые более-менее в европе делают неплохо некоторые кто в сша но там вот когда про наш youtube говорят у нас там продажный вообще рядом не валялись то есть когда я смотрю контент из заграницы англоязычные либо еще англоязычные там прям прям вообще очень часто очень очень лютая реклама особенно кстати касается это наушников и часов урала маз проблема в том что да вы будете забанены это 1 а2 напоминаю что 13 лет воду воду 13 лет я не пью не курю это сознательное было решение у меня никаких там реабилитационных центров не было никогда не знал что такое допустим два дня подряд пить я бы умер на второй день ну то есть мне никогда не было похмелиться это чисто физиологию мне нет антигена может быть поэтому мне было просто уйти от этого насчет лорд такие столько за вот видите почему мы баним в телеграм-канале именно в телеграм-канале взаимопомощи посмотрите сколько фриков ну прямым текстом либо тролли либо это боты приходят на стрим а прикиньте то же самое в комментах которые очищу и плюс еще чат онлайн 24 на 7 люди могут прибегать и делать плохие вещи лорд да никаких проблем можно я не против я вам говорю про мою позицию просто когда допустим тебе 39 и 20 лет твоей жизни прошло в коллективе которая не подразумевает вообще даже гипотетическое неупотребление и тебе тупо не верят там несколько лет пьешь ну и ладно я к тому что можно в любой обстановке принимать какие-то решения и вне зависимости от социума делать то что тебе не надо то что тебе надо я не пытаюсь навязать свою позицию что такое хорошо и что такое плохо я говорю про позицию когда ты чему-то противодействуешь не в несмотря ни на что и вопреки всему потому что просто ты так решил это не значит что это правильно кто фрик плюс в чат юрий ничего не понял nokia сколько уже живешь в таиланде по моему 7 месяцев 7 где-то я в сети крутое в жизни фрик смотря как смотреть зато без вредных да ну вопрос просто-напросто у кого сколько здоровья еще раз повторяюсь для меня у меня один ребенок два года пацан один ребенок десять лет пацан и десятилетний даже газировку не пьет чтобы вы понимали я абсолютно бесконечно согласен что нечего мериться детьми и все очень из разряда как повезет понятно потому что кому-то очень сильно не везет кого-то не везет кого-то мне это радует допустим когда я жил в наринмаре а жил этом 13 лет 9 лет я жил в манчегорске мурманской области а кстати еще два года в мирном то есть получается 23 года 21 год заполярье и 23 года суммарно на севере из 39 лет это к слову почему я вряд ли ощутю что где-то жарко так вот ощущу буду ощущать к чему это все к тому что когда у него в садике у моего ребенка спрашивали 6 лет это мне уже воспитатели сказали чем твой отец занимается после работы а у них там периодически они спрашивали там молодые девушки были 31 человек очень сильно переполнен садик был грит 30 говорят играет едет на машине едет на рыбалку там охота и рыбалка развита там кто-то рисует говорит ваш все время говорит приходит работает а приходит гуляет со мной а потом работает вот но у меня там система была то есть я приходил гулял с ним часа полтора потом садился работать до пенсионер я что лучше in phoenix или риме конечно же риме in phoenix это еще раз in phoenix техно и все остальное это как я на ютубе понимаете вот вам ассоциативный ряд я может быть и неплохой блогер но я был маленьким и останусь маленьким потому что я не впереди тех кто это делать начал и со смартфонами такая же история если вы думаете допустим что те же ван классы появились из ниоткуда а потом оказалось это биби кей что сейчас у нас на финфоны и они появились из ниоткуда а потом окажется что это тоже биби кей и если есть бренд третьего эшелона он никогда не догонит даже бюджетников вот этих крупных гигантов да на нашей территории за счет наших именно блогеров и позиции человека который не хочет разбираться вот просто увидят какого-то симпатичного чувака который хорошо шутит на экране и подумают что вот этот вот хмырь самодовольный я его слушать не буду а вот этот он ближе мне к сердцу потому что нормально так пошутил нормально так показал не перегружая мой мозг вот я пойду и куплю этот шлак окей это не моя аудитория не особо расстроен я за нее вообще никак не в ответе это раз но менять какое-то свое мнение от того что мне дизов накидают я не собираюсь если это шло это не может быть не шлаком еще раз как я не могу там иметь когда-то миллион 10 миллионов подписчиков то же самое эти бренды никогда не смогут быть первыми потому что впереди них уже кто то есть и это не та категория в которую можно прийти сказать теперь все мои там две тысячи индусов программистов у меня потому что у меня широкий карман у меня 30 миллиардов никто не будет вкладывать в них эти миллиарды потому что они не отобьются потому что конкуренция сейчас идет между хуавеем самсунгом сяоми на худой конец бибикеевскими не на худой а у бибике как раз больше самый большой рынок если посмотреть суммировать айку вива о по рилме ван классы скорее всего еще в перспективе на финны это бибике не яблоко и вот эти вот бренды они реально зарубаются у них реально программное обеспечение вы понимаете они разрабатывают его под флагманы камерафоны и все остальное на уровне когда их до винтика тысячи людей разбирать миллионы пользователей и потом это по потом сажается на дешевые смарты и логично что во первых у них узнаваемость выше во вторых надежность выше потому что они все равно отвечают за эти штуки головой и в третьих не существует варианта при которой эти типы могли бы к ним подступиться я даже вам объясню с какой точки зрения если кто-то в большом бизнесе они примерно знают вот мы с вами разговариваем и допустим думаем что если в москве или петербурге есть зарплата на 200 тысяч то все места заняты я вам скажу у меня есть знакомый который из 7 человек в отделе семь человек не может найти четыре уже полгода и там не семи пядей во лбу надо быть и зарплата минимальная там от 160 легально со всеми плюшками и 170 это уже чистыми и да но там надо работать 24 на 7 то есть да да и примерно то же самое в тех на сегменте если вы думаете что программистов их миллиард то обратите внимание как ваши возможно знакомые с деньгами очень часто знакомые с деньгами хотят сделать какой-нибудь проект из разряда программы я с этим сталкивался у меня вроде бы друзья программисты и даже с бюджетом без бюджета еще что-то они пытались под меня сделать какие-то проги которые просил как вы думаете они сделали спойлер нет почему потому что все классные специалисты уже где-то работают переманить их практически нереально и за какие деньги их переманивать ну нужно прям очень много и чтобы вы понимали вот под эту штуку писать программное обеспечение не просто вообще никак если у вас есть предположение что допустим контракт почему тот же римми леса сяоми или samsung будет дешевле потому что они берут оптом больше процессоров больше сенсоров больше разъемов и вот это вот все она суммируется да понятно они там срезать проще говоря у них больше возможностей и они к себе никогда никого не подпустит что за последние 10 лет в смартфонах появилась ну ладно не 10 окей а пять лет прям люто в теме за пять лет что появилась xiaomi xiaomi многих съела многих смогло ли xiaomi бы съесть кого-то если бы кто-то знал что такое возможно нет то есть нет просто они были один из тех стартапов о которых все думали ну и ладно ну и там топ за свои деньги да вряд ли они были вот во главе этого поезда это мой взгляд мой взгляд мой взгляд у вас может быть другой взгляд на вещи но количество железа которое прошло через эти руки она все равно имеет значение вот эти руки которые не ангажированы никем потому что они так много мне платить не могут образ 2 даже если они могут у них условия вот это вот штука из разряда ты должен везде за что-то топить как раз про амбасадорство не было бы у меня никаких моральных проблем это как с обзорами какого-то девайса делаю обзор рекламные на него и потом покупаю и делаю обзор не рекламный у меня такое было с поковскими девайсами при том я вам скажу что на рекламные обзоры подписалась в процентном соотношении именно по количеству просмотров и подписок в разы больше то есть реально я увидел что с точки зрения именно подписчиков это золотое дно делает рекламу люди 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 любят чтобы что-то хвалили люди не любят правду ну как бы это принципе во всех аспектах на же нашей жизнедеятельности александр нетрусов спасибо большое вы первые я думаю единственный кто будет сегодня донатить но я рад что мы с вами на одной волне константин они остались топом за свои деньги просто у сяоми надо ловить моменты ловить модель не все так просто не стоит ждать что mediatek сделает хороший процессор не стоит ждать что покупая смартфон у дома 3 эшелона который кто-то расхвалил и красивые цифры кино упаковки вам не придется потом закусывать губу когда вам будут показывать нормальные smart и за меньшие деньги не стоит предполагать что если вы не захотите в чем-то разбираться допустим сейчас у меня будет скорее всего череда обзоров про ноутбуки и я вам скажу сразу если у вас на ноут нет нормальной гарантия я сталкивался с этим с asus'ом своим ноутбуком так вот будет все плохо потому что он у меня горел покупала его тогда это был кстати первый ноутбук на котором я делал очень много обзоров 2017 году его купил и вот через год он у меня сгорел потом еще раз горел и мне полностью меняли внутренность я очень рад что он был хорош макс вообще любые дим дименсити я сейчас вам объясню на пальцах это примерно то же самое как есть яблоко почему она почему она очень часто выигрывает во многих в аспектах потому что в первую очередь программисты программисты они оптимизируют свое программное обеспечение игры под вот эту штуку дальше идут qualcomm узкие процессора а потом все остальное то есть если вы видите процессор дименсити или унисок знайте что на вас захотели сэкономить и мне сейчас многие могут доказывать что были у них пару удачных процессоров я даже вас с вами соглашусь но вероятность того что вы попадете на не хороший процессор у медиатека очень высоко и опять же вы можете не слышать это от меня и вы можете подумать ну дурачок дурачок он вообще ничего не понимает в этих железках и это ваше право вот а к чему это все к тому что железки все плюс-минус одинаковые если смотреть на циферке но когда ты начинаешь их тестировать я еще раз повторяю что у меня не повторяюсь не повторяю себя самого себя бешу за это повторяюсь так вот и за так вот тоже странный стрим потому что стримов очень давно не было хотя повторяя как хотя стримы на твиче там где у меня 10 человек в онлайне и потом я выгружаю их на лайв канале проходит довольно часто но к чему к чему это к тому что если вы хотите предположить что какая-то железка одинаковая только потому что вы увидели одинаковые циферки в antutu или потому что вы увидели один и тот же сенсор или потому что вам по экрану сказали что ну same same вы можете брать и то и другое только это дешевле у дома то вы очень сильно ошибаетесь все время любое вот это вот сложное устройство это как компьютер я щас вам сходу расскажу вот просто на что нужно обращать внимание когда вы смотрите на smart и 99 процентов людей скажут что минимум 80 процентов того что я говорю им не важно но поверьте мне в совокупности это важно особенно когда вы будете им пользоваться и второй момент разумеется когда вы будете рано или поздно либо его отдавать какому-то родственнику чтобы это не было кирпичом либо продавать так вот понеслась первое это бренд бренд что значит значит что если это яблоко вы продадите его без проблем samsung без проблем xiaomi realme все остальное в принципе без проблем там все зависит от дисконта если вы покупаете бренды 3 эшелона вы можете радоваться перед такими же людьми но люди люди которые это уже покупали не дураки вряд ли вы сможете свое дело продать вам придется выкидывать как мне говорят но я купил за 12 и вот теперь ему ну теперь буду покупать что-то новое но вы купили за 12 этот smart допустим инфиникс и вы его не продадите потому что это уже кирпич может продадите за 2000 а человек который купил за 12 рилме допустим q5 был 10000 за сколько он сейчас может его продать я вам спойлернул за 9 у него его заберут завтра понятно что игра курсов но все равно человек пропользовался год он может продать за 9000 классный притом все это все еще классный смартфон те кто купили за 10000 на тот момент инфиникса и за 12 попробуйте выставить на авито мне прям очень интересно чтобы юзер экспириенс по поводу этого вы написали потом в комментариях про бренд вспомнили второе это комплектация да если у вас бренда эшелона самсунге яблоки там вообще ничего нет если у вас допустим сяоми рилме или еще что то вы уже экономить и там у вас будет и зарядочка быстро и кабель питания и чехол ну-ка белье у нас запихивают пока яблочники пока еще запихивают к белье у нас самсунге но мне кажется недолго недолго будет музыка и вполне возможно и они кабельное хозяйство запихивать перестанут тоже так вот и чехлы у нас есть и заводские пленки на некоторых типов смартфонов тоже брендов эшелона и все это стоимость следующее на что вы смотрите смешно но эта поддержка при том поддержка как безопасности так и обновление по это две разные вещи допустим обновление по может быть три года обновление база патчи безопасности четыре года это значит что четыре года вы сможете совершенно свободно устройством пользоваться если это был какой-то флагман и вы можете делить эту стоимость на четыре года и понимать что не так и все было дорого после того как вы благополучным образом поняли что у вас устройство хорошо упаковано нормального бренда на что вы должны обращать внимание правильно как долго она в продажу потому что если допустим у меня спрашивают саня почему ты не допишь для gt2 два года прошло почти два года минус два года обновлений то есть один год gt2 gt2 pro минус полтора года то есть у вас осталось полтора года его таскать с собой что вы через полтора года будете его делать сегодня вы еще можете его продать на рынке а завтра я вам спойлер ну нет ну нет через полтора года они никому не нужны будут а вы наверное сегодня собираетесь покупать не для того чтобы три месяца в нем с ним ходить да и периодически постю опять же размещаю я данные скидки по той причине что сейчас курс прыгает и сейчас вообще не важно что и главное по старой цене со старым курсом вот проблема дмитрий о по в том что если ты 4 плюс 5 покупаешь а по если это не флагман ты его очень будешь сложно продавать это тоже бренд бибики но это примерно но это чуть лучше чем айку но все равно тоже печально вот made 50 пробы ушку если вы знаете что с ней все хорошо насколько вы знаете я не знаю 40000 хороший ценник наверно хотя я бы брал за 1038 но сегодня можно и 40 до если совсем недолго был так вот 500 тысяч раз так вот вы посмотрели на это все дело оценили посмотрели как долго материал девайс продается желательно я повторяюсь ловить все на старте продаж любые смартфоны не прям сегодня на старте допустим как xiaomi 13 они продавали его на старте продаж все было вроде бы хорошо правильно но конский ценник а потом они его спустили то что за 50 тысяч можно было покупать уже глобалочку xiaomi 13 и это было хорошо потому что мне кажется сейчас ты ее можешь продать к слову за 46 у меня ушел gt3 сегодня глобалочка то есть я его покупал за 51 и он не просто не в лучшем состоянии поэтому за 46 его продал при том что я его не советовал оверпрайса и ну я рад это из-за один тех момент и один из тех моментов почему допустим я не буду покупать тек на каком-нибудь в бежумном количестве для меня это не плюс не минус 5000 рублей как вы думаете то есть я купил там так на за 30 ник и продам и зовут за 25 их не продам его за 20 его за 20 ты не продам то есть для меня этот смарт еще дороже чем если я покупаю какой-то флагман допустим сяоми то что я буду сяоми купил за 50 сяоми 13 продам его за 35 нет а просмотров будет больше то есть всем максимально просто и элементарно вот кто там наказал нет viva хороший смарт ничего не поняла по обалдеть как медленно непривычно после велософ полтора продолжим смартфон решили уже с патчами с выходом напоминаю мой совет покупать на старте продаж но ловить этот момент потому что иногда допустим упал к такая тема если курс не прыгает они начинают продавать понимают что у них уже не так все хорошо как раньше было в самом начале когда они были супер топ за свои деньги и они дают еще большие скидки где-то там через дня три-четыре поняли это запомнили комплектация бренд стоимость время поддержки переходим барабанная дробь к чему к разумеется сегменту то есть если вы покупаете флагман то по большому счету однозначно вам нужно брать только всегда куал комовский проц почему я говорил уже ранее что дело в оптимизации даже сегодня может демонстри работать неплохо но мы прекрасно понимаем что это такое с чем это едят и чаще всего почему флагманы не выпускаются на дмн сети а потом выпускается что-то правильно чтобы сэкономить потому что сборочку уже есть память закупили не знаю там корпуса уже сделанная осталось у нас жека экранов и вот теперь мы на дмн сети подешевле что-то выпустим то есть берем куал комов лучше лучше если говорить о родных процессорах самсунга они ужасны но самсунга фаны и самсунга вода они вряд ли меня смотрят и если вы покупаете самс я думаю вам принципе вариантов не особо много понятно что там есть варианты на снэпе если есть вариант то покупайте если нет нет если это брать средний ценовой сегмент то там нужно четко себя в голове иметь картину что чтобы иметь хорошую камеру я вот сейчас вам секретов скажу и я думаю вы его и без меня знаете нельзя брать real me real me это не про хорошую камеру у сяоми за меньшие деньги камера лучше хотя опять же ее наш нужно будет рендерить если вы будете делать именно ролики как я то вам необходимо будет все это дело потом перекодировать и последнее вся уми 13 глобалки они допилили что кодировку не надо менять но до этого все время была такая беда если говорить о каких-то альтернативах это viva нереально классно снимает huawei просто волшебная ужасный автофокус всегда суперский объем средний ценовой у huawei я не знаю чтобы суперский снимал если говорить о ой q то же самое если говорить ну там плюс-минус но это не то то есть я говорю в первую очередь не про если вы понимаете не про фото а про видео почему потому что фото на 99 и 9 периоде все зависит от ваших прямых рук всегда то есть фото это момент это либо штатив либо правильный угол либо какие-то курсы если у вас есть понимание того как нужно делать фотографию то smart за 15000 какой-нибудь старый пиксель будет у вас делать все что вам надо если вам нужны фотки для соцсетей кроме яблока и самса вариантов у вас нет у них лучшие алгоритмы сжатия для того чтобы их воспринимали потом вот эти вот ваши сетки но я думаю мне некому это рассказывать потому что в основном про это этим увлекаются девушки а повторяюсь девушек на канале 6 процентов это наверное они про пылесосы смотрят вот и спасибо да что смотрите еще раз огромное спасибо всем кто пришел для меня это можно сказать второе по значимости события после 100000 подписчиков получать три года назад и я думаю следующий сабанту и подобный у нас будет ну вот 11 ноября может быть когда буду разыгрывать honor magic 5 ultimate потому что мне не кажется что мы наберем 100000 подписчиков телеги скидок до этого момента хотя может быть все бывает так сказать обычно там 3000 человек в месяц подписывается сейчас иногда меньше сейчас лето там полторы-две у нас уже 94 тысячи есть если будет какой-то пуш то вот так переходим к следующим моментам выбирайте железку выбирайте это заметьте еще до внутрянки не дошел просто про процессор что-то сказала про камеру вы должны понимать для чего она вам нужна не бывает универсальных устройств если говорить про фото я не скажу что лучшие фото у яблока для социальных сетей они лучше для каких-то конкретных локальных задач да но если вам нужен телевик там со стократным увеличением это не про яблоко хотя я не знаю таких людей я не понимаю сценарий использования но это великолепный мать маркетинг что для самсунга что для всех остальных окей вы есть у вас наверное есть какие-то соревнования отдельные для тех у кого 200 там x200 на что-то на что-то там но допустим телевики ультраширики ультраширик на фронталке я вам скажу что нас всех на это подсадили для того чтобы продавать дороже почему потому что вы что все блогеры реально я повторяюсь у меня допустим супруга не знала про телевик в яблоке вообще никогда вот сейчас я в отпуске и показал вы понимаете человек пользуется айфонами три года и это не потому что она не разбирается в технике она разбирается просто это он не нужен если говорить о ультрашириках то да есть какие-то которые неплохо снимают есть там допустим ультраширики как мы говорим снимаем на ультраширик в 4k потом он приходит плавно на основную камеру потом на телевик сколько раз в жизни вы будете этим пользоваться а сколько вы за это заплатите поэтому давайте в общем радоваться если у нас какой-то производитель запихивает нормальный сенсор основной который хорошо работает основные сенсоры которые вам вообще никаким образом не нужны бесконечно забываем про это особенно тем кто кому нужно вообще никак фронталка вот опять же это моя позиция там не знаю как на меня напали вспышка по фронталке хотя у людей смартфоны ярче чем эта вспышка работают экраны но никого это не трогает правильно главное маркетинг или как там беспроводная зарядка почти ни у кого которая не работает у меня благо оказалось 50 ватт я все еще про infinex умиляюсь у меня там столько людей пришло до такой степени странных я никогда комментарии с таким количеством ошибок не читала я вам слово даю я не особо грамотный но вот там пробили все уровни вот там я думал там у нас три дна вне там седьмое восьмое дно я не знаю откуда эти для реально закупились партии телевик очень полезная вещь хоть и не слишком часто используешь она не может быть очень полезный если ты ее часто не используешь я тебе роман страшную тайну открою а если бы ее не было я тебе слово даю что тебе x3 на основной камере и кропа хватало бы вот вот под самой не балуйся но мы не будем я перейду к разумеется к экрану потому что это самое самое основное после процессора и после процессора процессор самый дорогой потом идет экран дальше вы должны понять что такое ps и что такое amoled айпес не имеет шима флагманов на и песе нет последние флагманы были у яблок на и песе больше никто ничего флагман ского на и песе не делал и не сделает есть более-менее приличные смартфоны но особо выбирать нечего насчет шима вы можете долго и упорно допустим смотреть как мне меня умиляет как опять же тех заданий есть для того чтобы захейтить чтобы рассказать что только 300 мегагерц измеряет допустим тот же радокс кто-то раздолбал один из этих радоксов из трех я даже знаю что кто-то кто-то где-то смотрит так вот и потом топит что они не работают работают великолепно зайдите посмотрите шиму самсунга в магазине если человек восприимчив к шиму а их 10 процентов каждый десятый вы прикиньте каждый десятый то вам флагманы практически все противопоказан вам необходим шим до 20 процентов если вы реально беспокойтесь о своем здоровье вам нужен шим до 10 процентов я не выползаю из электронных устройств но от этого мои глаза которые всегда сухие которые постоянно безумно красные они лучше то не становятся и моложе они становлюсь и опять же у меня специфика это проф деформации и профессиональные какие-то я же блогер то есть я реально торчу в этом деле и очки понятно еще что-то мне шим важен если вам не важно ваше здоровье то для вас шим не важен влияет ли он на здоровье да если вы поройтесь статьях там не никаких 300 мегагерц там 3000 мегагерц должно быть кто у нас дает 3000 мегагерц сейчас спойлер никого 2 300 там 2 500 меня забанили мне кажется те кто тебя забанил они вообще никого не банят у них такие оттоки людей игре больше всего умиляюсь телеграм-каналом значит вам объясню но я думаю все прекрасно понимают эту тему что ты чем больше тем дороже ты можешь продать рекламу на телеграм-канале и вот если ты запихиваешь туда людей то ты можешь потом там продавать рекламу я не знаю скольки она начинается от 30 от 40 от 50 тысяч и народ туда льет ботов и потом ты смотришь как у человека 1000 человеку хоть две-три я говорю для меня это очень странно потому что мне один раз нагнали ботов в основной канал 800 человек я не помню этого человека он был очень странный я устал их чистить но вот сейчас я надеюсь что там ботов нет но как на в телеграм-канале скидок даже там по моему человек 600 забанил что меня подозрительные оказались их ники а потом люди мне писали я не могу зайти в твой телеграм-канал скидок и к чему это все к тому что зачем делается вот это вот все весело прикольный туда куда все время хочется прийти пообщаться это понятно непонятно зачем устраивать дезинформацию и и просто море это как недавно опять же если вы вспоминаете меня вообще это убило риме c35 жаль у меня нет это пока f3 но вот допустим это риме c55 кто-то выкупил из великобритании что вы понимаете мы не понимали в европе с марта стоит ровно в два раза дороже чем в россии и вот эти вот люди привозят этот смарт в разные страны в которые он вообще не мог одновременно быть ну ладно окей я же могу называть страну украина россия на коробке написано для англичан и людей которые изучали хотя бы до третьего класса английский язык что для использования только на территории с и начинают эту тему разгонять что не работает бибики которые вы купили в европе при том этом где-то там теряется то есть в общем проще блокирует бибики глобальные версии это вот это норм подход я реально за то чтобы закатить кого-то 10000 раз но но это колхозный уже подход это ну это реально уровень и когда ты не можешь прочитать пять слов по-английски транслитом не пользуешься ты каждый день с телефонами и плюс я напоминаю что таким образом можно хайпить вообще легко я могу скупить много смартфонов у меня в европу благо много людей катается да и в принципе я могу при желании и они будут золочены под оператора а потом накидывать вам фотки не работает real me него работает ван класс не работает samsung еще что-то там для дебилов написано на коробке он не должен работать в другом регионе и народ реально постит это везде репостит не ведитесь включайте мозг если тем более вам дали всю информацию показали вот эти вот фоточки обязательно читайте потому что вполне возможно вы имеете дело с человеком который не закончил школу он знает как зарабатывать деньги он знает как набирать аудиторию но читать по-английски он не умеет пользоваться транслитом он не умеет ему это не надо вот надеюсь вы мою позицию услышали everybody lies как говорится все лгут это нормально наверно но мне кажется что таким образом ты постепенно убиваешь вообще какое-то гипотетическое отношение за разряда что ты можешь не врать вот то же самое касается этого устройства если я знаю я вижу по камере понятно можно рассказать еще про задержку допустим что можно выдержку другую ставить на камере это тоже спойлер то еще тема для того чтобы продать все-таки нет шим есть можете прочитать ему и сколько стрим будет длиться таз вас никто здесь не держит в хорошем смысле огромное спасибо что вы пришли меня поздравили если не забыли еще поставить лайк тоже огромное спасибо я думаю что если вы меня смотрите то смотрите если не смотрите то вероятность выиграть равна нулю ми бэнда кстати мы разыграем все равно сегодня а фидорченко да это дичь просто вы думаете что мне не пишут то есть ну как бы мне пишут это все это вы понимаете что вот эта дичь допустим меня как блогера почему меня бомбит у меня абсолютно не пересекается аудитория с той точки зрения что меня это отвлекает то есть прибегает там стадо пятиклассников и начинает мне рассказывать что что-то случилось а что там случилось начинаешь разбираться ты же умеешь читать у тебя волосы дыма устают почему опять тебе надо отвлекаться на какую-то левую дичь хотя все прекрасно знают что оттуда приходит только дичь исключительно дичь и ничего кроме дичи на горе я уже становлюсь опытнее но не будем об этом мы все еще возвращаемся к смартам следующий момент по поводу того на что мы обращаем внимание экран так вот у флагманов должна быть должна быть плотность пикселей от 500 ppi что это такое это уровень при котором вам будет супер комфортно читать вы же не выползаете из мессенджеров да вам хочется половинчатых решений услуг флагманов этот уровень 450 это очень круто я считаю что при четырех сотнях вы уже никаких пикселей не видите плотности пикселей тоже все круто но хочется чего-то лучшего и вот это лучшее еще раз повторяюсь флагман уровень это 500 су флагманы 450 плотность пикселей в нитах и просто неплохие смартфоны это 400 ниже не стоит обращать внимание плюс яркость вы не смотрите на пиковую яркость она вам не нужна почему да вы какое-то время сможете пользоваться им на солнце но если вы у вас есть 1200 нет пиковой яркости она реально вам ее хватит почему надолго это неважно потому что он перегреется все равно ее сбросит вам интересно максимальная яркость вот я допустим постоянно использую смартфоны на максимальной яркости и вот это дело если выдает 650 750 люксов 750 люксов это шик если это какой-то там сейчас я вам покажу допустим флагман из разряда яблока это прям флагман флагман то он будет вам выдавать те кто смотрит мои обзоры понимаю да они видят допустим упалка того же 670 это не авто яркость это максимальная яркость 1300 люксов максимум я последнее время видел упал к f4 в 5 про у него была яркость 752 флагманы показывают от 1000 1000 ли 1000 люк люксов ты сказал про плотность пикселей там не нет и нет я плотность пикселей понимаю я про яркость теперь уже говорю не ты и люкса можете табличку посмотреть я понимаю что такое не ты плотный разрешение в нитах дожди пипи дипи а есть дипи а есть пипи айп вы смотрите на пипи айп дипи айп почти same same но нет не то же самое это право плотность пикселей а почему я смотрю наверно комменты я все-таки закончу мысли потом посмотрю вот и с яркостью вы поняли если у вас максимальная яркость от 1000 люксов это прям супер я пользуюсь вот такой если яркость нитах или люксах тоже пойдет либо кандел на метр квадратный тоже есть вариант такой вот световой поток следующее и вы выбираете по яркости экран и про плотность пикселей и по шиму тема с цветопередачи она довольно специфичная почему потому что если нормальная полу и у вас не брак никаких проблем уже у вас не будет и может быть цветопередачей важно но я считаю что он вы на это можете благополучно забить если вы покупаете флагман если вы помните то в средне ценовом да вы смотрите блогеров и слышите здесь желтит здесь допустим зеленит но последнее время по моим тестам и кандела тоже по моим кандел это температура света отстаньте от меня почему я читаю это так вот зачем вам обращать внимание на цветопередачу не понимаю во всяком случае во флагманов потому что почти все хорошо если мы говорим про допустим дальше экран что еще может нас заинтересовать в экране ничего можно идти дальше мы вспоминаем что многих бесит рамки в яблоке они огромные просто огромные рамки мы можем помнить что многих бесит допустим подбородок несимметричные рамки и правда убого выглядит но это субъективно это субъективное это тоже нлп возможно вас все устраивает но мне кажется эстетика уже в каким-то моментах важно смотрим на вырез для фронталки понятно что honor и huawei начали добавлять как и яблоко фейс айди и где-то где есть фейс айди понятно где нет фейс айди дырка должна быть максимально маленькой если прямым текстом чтобы она вас не раздражала мне по центру не нравится мне нравится по бокам как у многих из концерна биби кей но в то же время я пользуюсь яблоком а по центру меня такая дырень тоже де-факто следующее по этого по этому тему по этому делу мы закончили материалы стекло не стекло если вы намерены как и я носить смартфоны у вас есть деньги на несколько смартфонов без чехла то вам интересны материалы стекло чтобы удобно держала в руке чтобы грани не вырезались в руку чтобы он у вас не вылетал во всех других случаях где вы smart будете носить в чехле и вы на и вы об этом знаете забудьте про эти рассказы про рамку про то что стекло стильной части горилла глаз не горила глаз про то что какой-нибудь там не знаю спинка у него переливается еще что-то вам будет на это наплевать через неделю но если я с вами примерно плюс-минус одинаково мыслью не спамим пожалуйста я уже в конце концов стримлю в течение 75 минут и поверьте мне за это время когда ты говоришь о каких-то вещах более менее серьезных при любом раскладе слегка мозг кипит так вот перейдем к следующему моменту а конкретно к типу памяти тип памяти ufs 3 1 4 0 или еще что то так же как и чаще всего типа оперативной памяти зависит от процессора и чем круче у вас стоит проц допустим у вас snapdragon 8 ген 2 у вас будет и fs 40 если у вас нет snapdragon 8 ген 2 то 40 у вас не будет если у вас есть snapdragon ген 2 у вас будет и fs 40 но хочу отметить что субфлагманы по скорости когда вы увидите тесты в antutu для памяти 50 80 тысяч это уже очень хорошо вряд ли в обычном сценарии использования вы сможете увидеть через короткие промежутки времени что у вас смарт будет тормозить если говорить о допустим 130 тысячах да это конкретный просто безумный запас это конкретный шаг вперед вообще все что на ген 2 сейчас вышло не сложно представить что когда-то мы увидим более удачный процессор в ближайшие пару лет они молодцы у них получилось обращать внимание на такие вещи как тип разъема на которой я все время обращаю внимание вот у вас есть допустим lightning понятно это у яблок у всех остальных юсб тайп си тайп си третьего поколения быстро будет тайп си второго поколения будет скидывать файлы медленно но задайте с вопросом вы реально чаще часто их скидывайте я допустим понимаю что люди которые скидывают файлы если реально работают чем-то они чаще всего пользуются облаком я не оправдываю никаким никоим образом бренды которые запихивают туда юсбишники версии 2.0 во всякие флагманы это дичь они делают неправильно но это их право вы должны обращать на это внимание если вам это важно если говорить об игровых смартфонах очень важный фактор допустим покупки какого-нибудь asus rock фона это то что минуя аккумулятор минуя аккумулятор там есть отдельно тайп си шный вход вы можете играть от смартфона то есть аккумулятор от этого не будет просаживаться вы сможете часами убивать свое здоровье позвоночник и зрение пока вы будете играть в этот smart подключив питание минуя аккумулятор по поводу перегрева вот смотрите какие тесты делаю я вы в роликах может быть слышите может никто то не слышал что на лайв канале есть записи стримов на твиче я устанавливаю twitch смотрю в каком разрешении может смартфон допустим стримить допустим dimensity почему-то у меня на ику сегодня отказалась стримить в 1080p хотя мощи у нее хватает и twitch и говорил что 1080p вообще норм для этого железа но запустился стрим у меня только в 720p и это нехорошо перегреваться он не перегревался как все это дело функционирует в течение часа в играх я тестирую я иногда тестирую еще помимо этого если камера заявлена неплохая 10-минутным роликом я рассказываю о смартфоне что помню плюс еще вы видите что я мог запомнить а это в основном какие-то супер мега плюшки данного девайса либо минусы какие-то жесткие и вы видите как работает на стабилизации smart плюс одним кадром как у вас будет работать автофокус будет ли что-то перегреваться или нет и сколько будет весить файл шим то же самое проверяю всегда по программному обеспечению интересно безопасность почему потому что допустим на ику нет сканера отпечатков пальцев это плохо но можно завести 5 лиц и до фотографии можно разблокировать это тоже нехорошо если говорить о допустим разъем забыли скорость зарядки вы должны четко понимать что когда вы покупаете на 240 ватт зарядку смартфон он заряжается с этой мощностью не знаю там две минуты это у него не 240 220 я уже тестировал это дело такая смешная штука может быть еще в смартфонах буду это повторять но пока все так не забудьте кстати подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи мой личный телеграм-канал прошло 80 минут я вспомнил вот он мозг до старость не в радость седина в бороде так следующий момент если говорить о той псих ники мы уже поговорили скорость зарядки имеет значение что-то может зарядиться реально за 12-15 минут и это важно это хорошо и это я поверьте мне вот по моему опыту это удобно если у вас есть возможность что-то заряжать быстро это удобнее чем если что-то вы будете заряжать медленно мне еще нравятся такие вещи как механические переключатели их можно легко в кармане переключать на беззвучный или звучный режим кому-то не важно но я на это тоже как пользователя обращаю внимание если говорить о особенностях которые по мне необходимы в каждом флагмане но у ван класса последнее время этого нет это защита от влаги защита от влаги нет вы не будете как и я прыгать в бассейне со смартфоном но каждый раз когда вы будете проливать на него воду когда вы будете попадать под него под дождь когда вы будете его забывать на даче на столике а дождик уже покапал либо кто-то начал грядки поливать и у вас он остался там вы не будете об этом думать и по мне это дорогого стоит это классная фишка в конце концов можно всегда повыделываться и прыгнуть с этим делом бассейн хотя опять же допустим некоторые бренды как делает опа как делает пиксель мелким шрифтом пишет что в принципе мы хотя проверили но гарантии на это нет и как некоторые яблоко васили нет розыгрыша не было в прикрепе будет те кто выиграл так что вам не обязательно мучиться слушать слушать меня можете прийти потом и посмотреть вот и хонор без гуглов костыли здесь очевидно я вам скажу что все что без гуглов это боль и с этим согласны все мало мало честные мало мальски честные блогеры потому что вы не найдете блогера который ходит с huawei миллионером на постоянку может вы мне напишите и когда у тебя есть выбор вот у меня есть выбор я каждый раз хочу перепрыгнуть на какой-то android но ничего не снимает так хорошо как это делать то есть даже сегодняшний обзор наполовину снят на iphone каждый обзор у меня наполовину снят на iphone понимаете red magic это аппарат 2 3 эшелона он имеет право на жизнь его гипотетически можно продать потому что не все понимают что это третий эшелон так же как леново людям нравится почему потому что дешево железо топовое или новая отнесу кстати с моторолой все-таки ко второму эшелону потому что это не какой-то замшел и техно с инфиниксом которые печат вы знаете да что в маркетинге называется насильная продажа это печать вот джи бокс для huawei павел это просто жалкое подобие левой руки прямым текстом то есть никакие для этого ты не должен играть дает для этого ты должен морально быть готов что тебя могут забанить даже на том же гугле за и пользование этой штукой что у тебя могут стырить твою информацию еще много всего я говорю вы можете верить продавцам до упора тем кому надо продать на авито один смартфон кто занимается huawei понятно что это целое просто целое огромное количество людей которые накупили этого дела и не знают игру huawei made 50 провод человек только что писал 40 тысяч рублей 40 тысяч рублей бушный huawei made 50 pro кому заплатили за 5 обзоров какие у меня 5 обзоров были я делаю на несколько смартфонов когда это китайская версия потом я допустим gt а посмотрите у меня на gt кстати обзор я его покупал когда на али и мне кажется его не советовал я прям там так агрессивно его не советовал что мне кажется не ни одно существо из маркетинга по-другому не сказать так не перепьет чтобы мне что-то послать меня чек кстати есть или это не про меня ладно это все лирика про смартфоны что-то как-то этот наш стрим перешел про смартфоны хотя обещал про себя рассказать плюсики ставим если вам интересно чтобы я про себя рассказал потому что то как выбирать smart 30 вещей я уже делал делал и по-моему у меня есть даже ссылка 3 справа правил как выбрать смартфон в описании мне не кажется что все так делают из разряда максимальная открытость подписался везде где можно спасибо ну хорошо спасибо за интерес всех забанили значит без интересов уже начнем меня зовут александр сергеевич как пушкина как и все дети писал стихи абсолютно бесполезные и смешные как это именно про отчество не про то что хочу вам об этом поведать если говорить о том где я родился я родился в городе манчегорск мурманской области потом у меня там была мини трагедия погибла мама поэтому с бабушкой жил до пяти лет волгоградской области городе ну там наездами или в основном с ней там жил если честно даже эту историю только толком и не знаю отец работал на заводе никель потом после пяти лет когда я начал его называть дядя одним прекрасным летом он забрал меня в мачегорск обратно там я благополучным образом прожил до 9 лет пока у меня со всех отверстий не пошла кровь потому что сосуды не выдерживали и я завидую тем людям и сочувствую одновременно кто может жить в никеле допустим город никель есть эту вообще ли все все регионы где лютая загазованность ну в общем проще говоря сказали врачи либо вы его увезете либо он скопытится и в 9 лет меня перевезли в город петербург я жил на метро дыбенко один год меня была там лютейшая ломка с точки зрения там не знаю не был как-то называется когда мышцы болят я уже туплю жестко 2 2 час стрима после дня меня просто уже 12 часов уже час ночи точнее ревматизм так вот год я загибался учился в пятом классе тогда я почти не знал английский язык потому что я приехал и english там уже преподавали 4 года и из интересного из интересного первый компьютер я собрал когда мне было 7 лет мы летали в питер рядом с площадью александра невского был безумно дорогой магазин и мы собрали 386 отец заплатил 2700 долларов он занимался уже на тот момент бизнесом бизнес обычно простой там чертова туча ларьков у него было магазинов и он возил продукты питания продавал вот из разряда пятерочки и всего остального моим воспитанием занимались соответственно мачехи разные и ну плюс он как образец из разряда того что очень часто повторяю откуда у меня определенного рода позиции в моей семье пусть она даже менялась никогда не поднимали руку на женщину никогда никто не пьянствовал потому что было как как я часто говорю наверное как тебя окружает что так ты и живешь дальше было не до херни извините за мой французский то есть эта фраза была всю мою жизнь из разряда не было времени на то чтобы отдыхать нужно было работать и вот это я увидел что люди работают 24 на 7 когда рос до какие-то командировки да какие-то были жуткие загулы из разряда там не знаю поехать в ресторан скупить три раза меню потом подраться с представителями власти заплатить как за две машины чтоб тебя не посадили все это было это 90 у всех примерно родители кто выжил жили одинаково я это видел также как вы если вам 40 и еще раз повторяюсь я прилетел с отцом в город санкт-петербург и мы купили первый компому 386 там еще помню на видеокарте были шоколадки то есть ты мог расширять память и я был безумно горд когда у меня получилось уже мочегорске у него там весь офис пытался это сделать установите две игрухи одну даже помню это были в гонке потому что ни у кого другого не получалось и даже не помню в чем там была проблема с дисков с этих флоп даже по-моему не флопе а большие были а может быть и флупе уже был хлопе диск и вот оттуда наверное пошла любовь к технике но я всю жизнь был перед экраном то есть у бабушки я не отходил от телевизора потом у меня был sega dandy subord мне отец не купил panasonic а он не купил panasonic фриди оуну не купил nintendo кстати чему я очень был печален это если старый орк я к этому тоже приду это опять же с одной стороны мой бесконечный позор так как мне говорили а кого ты убил для этого с другой стороны это моя маленькая гордость чтобы те кто работал все ловухи они понимают что такое приду к этому давайте потому что все-таки рассказываю для того чтобы потом меня кто-то троллил гнобил вспоминал в комментариях что ты ничтожество нужно дать наконец-то пищу для ума для моих хейтеров правильно у меня были волшебные отношения со всеми мачехами никто не пил никто не курил никто матом не ругался у всех было высшее образование и красный диплом отец у меня выше образование не закончил но по той причине что у меня погибла мать то есть он на третьем курсе отчислился но техникум у него есть и скажем так я жалкое подобие его мозга то есть учитывая ту базу знаний которые он жизни получила что он сделал это значительно больше чем сделал я в каких-то либо своих своих сферах после того как пятом классе отучился получается в классе с английским уклоном купили квартиру на большевиках трешку и я туда переехал с одной из мачех до восьмого класса снижил ходил в экспериментальный класс 6 е в 666 школу потом ее переименовали в 667 в этот момент у меня был с панасоник фридио компа я уже был фидонете и если говорить про мое отношение со спортом я был меркантильным не знаю у меня было для начала каждое лето шестого наверное класса если не с пятого я один месяц был у бабушки один месяц я умирал на даче умирал это что те кто меня опять же более-менее видели знают они знают что умирал это не сарказм это реально я погибал там 24 на 7 я работал то есть я строил какие-то бесполезные фундаменты которых у меня на каждой отцовской даче без бесконечное количество и один месяц я выбирал куда-то куда я хочу лететь из-за границы в лагерь летний то есть это было по моему четыре раза болгария потому что это было просто и дешево там по моему они платили 1600 долларов что ли за месяц и там я уже наблюдал золотую молодежь дети которые бегали за порошком виски и т.д. и т.п. а я такой мне интересен комп там настольный теннис и девочки вот и так наверное вот шло мое детство в обычные какие-то временные интервалы из разряда осенних весенних каникул какие-нибудь там не знаю греция куда мы летали еще с ли по средиземном море я был два раза в крузизе но это все без особого пафоса то есть это вот просто люди при деньгах но никаких ламборджини дома не стояла была там волевать 900 460 у отца волга никаких супер левых вот таких что золото было много но тогда это было много был там сейф с оружием стабильно большой но все было легально даже оружие было легально к чему это все к тому что мимо меня получается ничего такого не проходило лютого в на первом этаже постоянно пьянствовали люди которые работали на заводе потому что им было грустно и тогда почти ничего не платили периодически отец откуда-то там прилетал с ними разбирался никаких прямых конфликтов не было если говорить о том насколько у меня качество жизни было хорошее или неплохое хорошая учился на четверке и пятерки средний балл 462 и когда поступал в 10 класс там оставалось по моему четыре класса у нас а было их 9 что ли но было много где 9 9 классов плюс школ не хватало новый район и был безумный конкурс я попал в классу 0 с физико-математическим уклоном был мы шли от лети плюс у нас было право то есть когда я вот сейчас шучу и говорю меня закроют еще что-то это первое потому что войсках я был не штатным дознавателем в течение всей службы потому что я умел читать этот кодекс и второе да потому что я более менее обучен хоть чему-то в области какого-то там право гипотетически поэтому очень часто выбираю слова долго туплю но пытаюсь себя обезопасить следующий вопрос нет не поздно пришел фидошники до фида нет и все что меня интересовало на тот момент это игрушки дюкнукин 3d starcraft contra во все играл чуть-чуть лучше чем но но чуть-чуть лучше и ходил в те же клубы единственное шестого класса получается когда мне последний раз очень очень сильно разбили лицо ну то есть я стабильно разгребил не знаю там раза раза два в год на какого-нибудь старшеклассника наезжал язык был без костей мне личико делали просто фиолетовым отец говорил когда у тебя появится какой-нибудь орган детородный что ты там не знаю тебя то и забьют и меня вызовут наконец-то что ты поднял кирпич и разбил ему голову пока он уходит потому что ты должен победить любыми способами и средствами меня отправили на айкидо я ходил туда четыре раза в неделю меня там тупо били но мне этого хватало и поэтому помимо айкидо меня наверное нигде и не били плюс в восьмом седьмом классе когда я полетел по-моему в болгарию полетел я с отцом поспорил что я приеду меня там будут утрированы кубики и для чего для того чтобы он не дал 600 баксов чтобы я купил юс робот экскурьер кто-то помнит там до 360 килобит в секунду и ты такой а я наконец-то смогу нормально играть вот ради этого дела я бегал до обморочного состояния из своего города в другое 6 часов удра и обратно при том имея нулевой навык бега то есть мне просто сказали ты типа сможешь ну и плюс качал пресс и до состояния до тошнариков то есть я бежал туда обливал пил воду бежал обратно и там же вал вот и наверное вот в этом первый раз когда моя меркантильная сущность какая-то что мне что-то надо не деньги то есть мне нужна была какая-то вещь я ради нее был готов на все после этого я уже приехал заряженный и пошел на легкую атлетику на это из разряда у нас был спортивный класс они были монстрами у меня кстати один из этих людей потом поступал со мной в академию у него было погоняло чеснок веденцов я кстати помню его даже фамилию и он был все время первым в петербурге среди юниоров по 100 метрам то есть он был реально монстром и он учился в моем параллельном классе то есть он там всегда был там всегда первым потому что мы были в одной школе и потом всегда был первым в академии потому что мы были в на одном факультете и потом на одном курсе монстр прям лютые бегал из 11 секунд он выбегал очень редко сотку но 11 2 свободно кубики остались волос можешь посмотреть кстати на моем этом live канале может пошутить мне очень часто пишут жаробас я скинул недавно фотографии что я дрищ но я просто вот дрищ потому что я постоянно не высыпаюсь мне нет времени поесть я много двигаюсь и у меня много стрессов опять же это мой выбор к чему это все к тому что продолжаем эту логичную историю никаких каких-то звезд я с неба не не хватал спокойно поступил в 10 класс в класс нет не спокойно я реально там перенапрягался но у меня получилось из предметов в разумеется проще всего была алгебра поэтому ее и любил физику любил но очень плохо понимал у него но по-моему меня по нее по ней кстати может пятерка даже ну или четверка четверка наверно по математике у меня все равно тоже тоже не пятерку мне четверка и по аналитической геометрии было и по математике но чтобы вы понимали уровень моей школы и моих преподавателей там один из преподавателей параллельно военмехи преподавал и по физике как раз когда я учился в академии уже в мажайке я не узнал ничего нового за три года за два года высшей математики не узнал ничего нового по мат статистике я не узнал ничего нового и может в это хорошо а может быть плохо то есть когда учился в школе мне запихали в голову столько всего что потом в академиях я не узнал почти ничего нового и наверное это неплохо после школы что у меня было 11 класс я закончил там уже все было норм заряженный из каких-то маленьких побег это невский район я был вторым по двум километрам побегу по моему два раза хотя опять же три километра до академии не бегал ни разу жизни я пытался тренировать но не смог и и все ну и подтягивался там сколько необходимо было по моему 15 раз что ли для того чтобы поступить поступал я в лытье поступил бонч броевича поступил и можно было без экзаменов также в академию полиции поступить но мне уже родственники сказали что ввиду того что там не все так просто в общем что если я туда пойду то они меня потом сделают так что я потом не появлюсь на этом белом свете вот так что я на спор поступил в академию мажайского на спор потому что поспорил с отцом что у меня нет ни связи никого и я вообще абсолютно такой же и был человек не flexible там все таки необходимо быть немного немного адаптироваться я в итоге так и не адаптировался ничего хорошего от этого не окружающим людям не мне не было но я ее в итоге закончил пробегая это все потому что это было самое ужасное время моей жизни я в этот момент совсем роднёй поругался и если бы ни одна из моих матчах меня там в это время поддерживала я бы наверное просто не знаю склонность у меня была у меня была лютейший в этот момент в голове вопрос а зачем я это делаю потому что на тот момент я это вообще не понимал и поступил я самое интересное у меня было 19 баллов из 20 возможных кстати шел я только 68 в списке чтобы понимали а экзамены но там были краснодипломники а лучше меня экзамена по моему никто не сдал вызов это сильно и вот то есть поступил поступил я на res на рэп радиоэлектронной системы радиоэлектронная борьба на третий факультет я безумно им благодарен что они меня вытерпели пять лет на тот момент я не курил не пил вообще на втором курсе я начал курить курил шесть лет гнобил себя каждый день когда сбросал курить курил три пачки если вы не курили ни в коем случае не начинайте то же самое там водку не пробовал но соответственно как только поступил великую ужасную академию как вы понимаете до пробовал уже там уже все пробовал и когда я выпустился я попросил чтобы меня отправили самое самое мрачное место а более мрачного и северного места чем город на римар который волшебный если вы там живете я передаю вам привет потому что там жить нужно иметь выдержку но это реально место в которой не должны жить люди то есть там лед постоянно снег там холодно но люди живут люди от этого радуются что они побеждают стихию люди любят охоту по рыбалку кстати прожив там сколько там лет прожил 13 по моему или 12 или 13 ни разу не был на рыбалке на охоте чтобы вы понимали до какой степени отдалек был от того места ради которого многие бы хотели наверное поехать чтобы там этим заниматься у меня были критерии другие телефон мы не разыгрываем сегодня никос но потом вы сможете пересмотреть стриме если вам будет интересно как мы сможем его разыграть и к чему это все к тому что закончил как только академию мажайского я сразу поступил все в северо-западную академию государственной службы при президенте не будем говорить каком и нагиму государственное муниципальное управление это дело я тоже закончил параллельно как мажайку в итоге у меня два диплома был вариант пойти на кандидата но это опять же химии не ничего там из разряда склонность у меня к этому не было пробовал я разная в параллель что-то получалось что-то нет первую квартиру я купил в 2000 ну то есть получается после выпуска через три года я откладывал много хотя всем казалось что я все трачу но это не так было и потом уже какие-то штуки придумывал потом появилась супруга потом появились маленькие бизнеса у нее которые в которые свободное от работы время помогал и все и в 2017 году покупая мне двое сыновей одному два года одному 10 лет марк и нил и когда я получается покупал какие-то штуки а любил все время покупать на ebay что-то не знаю на ли когда она появилась я очень захотел рассказать про коврик это это гербест не предлагал для того чтобы дать мне баллы я подумал вот он не до 100 баллов потому что я сделал видео обзора он дал только 50 баллов потом еще один обзор надеялся что он даст мне 100 баллов он дал 50 я таких обзоров наклепал штук 8 а в этот момент у меня супруга улетела в италию отдыхать а я остался в отпуске на ринмаре да 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 с сыном он висел у меня на шее постоянно я помню потому что он болел ветрянкой момент он заболел и он меня мягко говоря мучила я его мучил чтобы он не чесался молодец не молодец он не расчесался и как раз вот первый ролик который вы видите это на канале mosfet pace я уже бегал к тому моменту потому что в академии я бегал в академия занимал два раза второе место по четырем сотням не на факультете на факультете несколько раз первое и два раза по восьми сотням вот и стабильно кстати у нас заканчивается заряд на этом великому ужасном фотоаппарате так что готовьтесь к тому что мы сейчас будем либо разыгрывать либо я продолжу банкет не до рассказывать или нет плюсики поставьте если до рассказывать то я просто поменяю аккумулятор и в принципе можем продолжить общаться вот и к чему это все к тому что когда от кого бегал нет я просто бегал чтобы мотивировать себя как сформулировать то есть народ те кто меня знают может кто-то и смотрят они не дадут соврать под конец у меня так крышка съехала что у меня три километра до части от дома я бегал по песку три километра от дома до части утром ел бежал на обед там бегал во время обеда если у меня семья допустим было там полгода в году разумеется в этих условиях они не находились они улетали куда-то в тепло бежал обратно с обеда и потом еще бежал после службы то есть у меня прям очень усиленно иногда я говорю еще бегал на обеде и наверное тогда очень много здоровья потерял но зато я могу сказать что все бойцы которые были у меня в подразделении большинство из них я чего-то им привил потому что они видели что много дядек много дядек ходит и отдыхает а есть дядька который просто со всеми ругается постоянно это меня не красит то есть я и был тогда абсолютно моральной и неприятной личностью но меня всегда были друзья лёха тебе привет валера тебе привет очень много друзей я считаю что это просто волшебные люди они минимально конфликтные с большими мозгами в отличие от многих и хорошо что у них жизни у большинства много получились сидит уже почти вся эта тусовка в штабе армии а все остальные кто были злобными алкоголиками они сидят не в штабе армии а в других многие неприятных местах где им постоянно где их постоянно мучают но не будем об этом будем о том что я считаю что все-таки существует в мире кармы если ты делаешь хорошие вещи то она эти хорошие вещи к тебе возвращаются иногда если ты делаешь плохие вещи они возвращаются к тебе просто постоянно и все-таки расскажу вам про то что я делал за эти 12 лет отучился я три года так ждите я завис сейчас я меняю аккумуляторы и если все будет гуд то мы с вами еще может пообщаемся минут 10-15 может быть я даже подключу питание но я думаю что питание нет смысла потому что так долго мы же не планируем но чуть-чуть можно ничего себе задержка здесь да так мне кстати кажется что он очень быстро разрядиться но он молодец выжил 107 минут аккумулятор это очень круто нет саня зависший все нормально сейчас я до расскажу может быть что-то еще из цикла из этого расскажу интересно но повторяюсь по поводу кстати тем о которых меня очень часто просят рассказывать и но я считаю что это плохая вещь почему потому что как так 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 сейчас я поправлю камеру так там есть еще заряд какой-то какой-то заряд у нее есть и пять секунд я его сейчас отключу включу ничего потом удалять не буду кто захочет тот посмотрит правильно деактивировать активировать не вижу себя так 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 и удаленная съемка видоискатель в реальном другие функции и есть все вы должны меня видеть по идее чуть-чуть вы меня видите в сетке сейчас мы проверим дальше деактивировать активировать нет ничего не понимаю а вот здесь я есть уже смотрите-ка так а здесь почему меня нету захват окна 5 секунд ну очень интересные дела 5 секунд не понимаю почему а все нормально я кабель не подключил они подключил кабель подключил это дело есть и можно добавить ладно еще раз захват окна окей окей смотрите-ка не хотел просто ну ладно это все не принципиально просто да расскажу один раз чтобы у меня там не спрашивали что как почему и что у меня с крышкой не так все у меня в порядке просто относительно потому что правдеформация есть везде так вот все таки возвращаясь к тому откуда у меня в голове пуля и почему я люблю железяки первую очередь я хочу отметить что я был лучшим боевым расчетом многое время и я делал вид что я этому не радуюсь но я радовался этого занимался телеметрии особо мозгов там не надо честно но ввиду того что большинству лень и это дело бесперспективное потому что будучи инженером ты не особо и сможет что-то сделать я что не понял я завис или нет опять завис или не завис нет не завис вроде бы зависла вот сейчас уже все развисла по идее матрица сейчас сейчас будет все я уже вижу просто надо эту тему для гнобления дойти до темы на для гнобления вот все дошли развис так вот когда я летел с одного места куда меня послали вот в это место во первых решила все монетка мы с товарищем паши мак паши без без фамилии все-таки работает еще они тут может уже не работать но не знаю мы с ним благополучным образом бросили монетку лететь или нет на крайний север и монетка показала лететь и мы полетели хотя это называлось кладбище капитанов но магия в том что мы ехали на старлейские должности когда мы приехали мы стали на капитанский но за полгода до того как нам получать капитанов произошла реформа и они стали старлейские уволился я через получается 20 лет службы также с 19 лет и 8 месяцев старлейском звание но уже с научно-испытательного института и тариф у меня был как будто все очень очень хорошо то есть когда я ехал допустим в командировку или покупателям призывников или еще кем-то стабильно но это как раз вот идеальная тема для стёба стабильно у меня какие-то офицеры молодые они спрашивали товарищ старший лейтенант кого вы убили чтобы все еще быть в этом звании то есть это практически невозможно а почему но они буду при вас объяснять причины но я вам скажу честно что несмотря на то что я говорю что я не любил свое дело ну или там мне что-то не нравилось именно делая свое любил я любил свою технику прямо вот прям любил и поэтому у меня там эта стопка грамот поэтому я никогда не был лишён поэтому я всегда получал премии поэтому мне ни одного грубого дисциплинарного проступка не было и там не знаю выговора суммарно штук 6 и в основном они были за то что я вставал допустим за начальника и отказывался делать какие-то вещи которые в моем понимании являются плохими то есть мне кажется что даже вот это 100 миллионов подписчик просмотров и почти 400 тысяч подписчиков по той причине что я в какой-то момент не как не в какой-то очень много раз в жизни не продавал себя и все то есть если у меня там что-то спрашивали мне все время казалось что они достаточно жесткий а друзья мне все время говорили что у меня в голове нет вообще мозгов и я слишком прямолинеем вот так что фактически фактически я там добился пенсии максимальный к слову хорошего тарифа в принципе если брать именно карьеру не по званиям она у меня была четыре раза с увеличением тарифов и но те кто понимают они понимают что меня росла зарплата но магия в том что я сейчас вам объясню немного почему многие люди с виду имеющие мозг в зеленых человечках в мирное время когда-то они не особо рвались вперед потому что когда ты меняешь должность и теряешь классность а это много денег на много лет и ты это считаешь когда ты едешь на учебу ты теряешь два года северных а это очень много денег эго это не покроет если ты считаешь ты их не покроешь никогда если ты допустим опять же идешь на командную должность большим количеством личного состава и техники ты всегда лишен а это еще меньше зарплата я могу сказать неприятную вещь но я не помню момента чтобы мои начальники получали больше чем я только в первый год службы вот и мне 39 уже но на ну я просто 16 получается служил и потом уволился 20 лет отслужил и все очень древний и наверное я первый раз это поднимаю эту тему на канале и больше поднимать ее не планирую но просто чтобы вы не думали что у меня есть какие-то секреты это с одной стороны моя гордость другой стороны мой личный позор то есть это каждый раз когда я делал свой выбор и там было много историй я расскажу вам только одну и вы наверное поймете почему меня что-то поломало очень сильно и это была первая история и она была не хорошая но все равно как первая история когда мы прилетели мы долго не могли улететь в на ридмар мы прилетели на военном борту открывается там было 4 августа по моему открывается борт и там пурга то откуда мы улетали мы улетали в шортах чтобы вы понимали и не в этом проблема проблема в том что когда мы ехали мы планировали там с несколько офицеров было отметить взяли пол литра водки и разумеется нас расквартировали в части участие не было часть была за городом рядом со свалкой участие не было служебного жилья и нас просто привезли в части поживите там во забрали у командира подразделения получается кабинет который он отремонтировал за свои кровные и мы там поселились на трех шконках не знаю как вам удобнее сказать и соответственно там отметили по-моему мы не буду говорить кто но не в этом смысл смысл в том что с утра это по моему был единственный раз когда опоздал на службу но опоздал с точки зрения их потому что я уже потом знал что развод проходит на полчаса раньше т.д. и т.п. а когда ты не знаешь а знаешь точно время то мы прибежали во время гимна четко так вот может быть я потом расскажу до подробнее что-нибудь еще но вот это вы поймете что у меня с головой случилось тогда так вот мы опаздываем и нас начинают прямым текстом ну все по-доброму по-детски даже тогда мы это понимали крутить типа потому что это все-таки кладбище капитанов и все прекрасно понимали что оттуда выхода почти нет там утрированной закончу службу в 50 лет и мы весь день ходили кого-то вызывали в штаб ругали с ними и выуживали там пили не пили выхлоп есть нет и неприятная история была в том что меня несколько раз вызывали договорились разумеется говорить что никто не пил потому что не так много и особо да и выхлопа не было но то что опоздали вот решили нас сразу на место поставить чтобы потом напрячь нештатными должностями и всем остальным я буду долго помнить когда мне начальник отдела отделение говорит подойди сани включают громкую со мной говорит начальник штаба игре цанин ну ты не пил я говорю нет а эти пацаны перечисляет не пили такой нет грит блин вот прям слова я говорю я никаких слов никогда не даю просто нет и все вы же у меня спрашиваете говорит ну значит мы знаем кто у нас самый большой лжец потому что там вася он пил он такой да по громкой и вот эти все люди которые со мной провели пять лет ели с 1 с 1 ковша спали на соседней кровати в казармах первый же день служба первый день мои офицерская служба меня сдали и может они это посмотрят или нет без всяких имен фамилий на игру меня это тогда поломала прямо конкретно прямо вообще поломала потому что на на опять же на курсе когда я учился были и хорошие моменты и некоторые люди считали что я неплохой человек потому что если я что-то сказал то все ну то есть вот просто все и все и скажем может быть я в жизни не держал когда-то слова но я делал все для того чтобы удержать в таких моментах нет ну я вам вы же хотите узнать что-то личное это мои позор и все то есть кто-то вам рассказывает про то как его убили меня никогда не били родители то есть отец один раз там приложился но я до такой стиль я бы сам себя убил я вам клянусь в тот момент у меня в этом смысле волшебные батяне хотя с ним там не общаюсь уже сколько с момента начала банкета потому что опять же он никогда не служил у него несколько ранений но служить он не служил и он не понимает что это такое чем это едят и что такое хорошо и что такое плохо в принципе моем понимании но не будем мы об этом мы будем первую очередь о том что как у меня формировался мозг если говорить по поводу кредитов знаете еще к чего-то о чем я вам рассказывал все время из разряда покупайте то на что у вас есть деньги я покупал я помню первый свой смартфон на третьем курсе sl45 на 13 зарплату которых стало у меня не решили хотя я был довольно проблемным скажем так курсантом с другой стороны я вам расскажу еще историю что как вы знаете в двухтысячных годах молодым людям можно было просто в центре петербурга зарабатывать много чем и мне было очень сложно прямом смысле до определенного момента голодать потому что я отказал я не я не делал я грузил вагоны там когда у меня был отпуск я строил что-то я занимался перекупством навсегда говорил какой оборжу беру то есть если я покупал электронное устройство мог накинуть 500 рублей и ну да иногда это был наверное не какой-то такой товар из разряда откуда-то его брали но они брал не конкретно никогда у воров то есть я может быть и не знал что они там потому что я стоял в охране ночью как многие подрабатывали где-то там что-то покупал я думаю все прекрасно помнят это время если вы не знаете что это за время курсантом я получал два курса 200 рублей там 198 а потом 1700 рублей лейтенант тогда получал 9000 напротив пятерочки по выпуску напротив пятерочки продавцы получали 14 девочки а те кто занимались были парикмахерами неплохими вот у нас были парни с девушками парикмахерами они получали от 20 и тут у каждого своей истории я делал свой выбор по каким причинам это не имеет значения насколько хорошо отрабатывал я еще раз повторяюсь мне стопка грамот если вы сейчас кто-то там в комментариях потом будете пересматривать и спрашивать саня как же так а где же ты я уезжал с бумажкой 1 2 в госуслуги я захожу каждый день 3 скорее всего если меня позовут я пойду но куда-то там но я очень часто повторял это на стримах и до нехороший вещей которые происходят я думаю с ними согласны все что для меня это сюр когда люди которые говорят на одном языке имеют какой-то конфликт который нельзя решить без применения насилия это когнитивный диссонанс а я человек который окей вот вас там 491 человек кто-то может быть в армии служил и все прекрасно понимают что в личные дела если ты пишешь рапорт на войну они за они подшиваются у меня личное дело копия его еще лежит можете проверить если вы хотите сколько раз я писал на конфликты то что меня не отправляли никуда все просто я был отличным специалистом сейчас я не стужусь этого говорить я был лучшим специалистом потому что был один низ не самым лучшим самые лучшие они имели мозг они уходили в штабы и потом ничего не делали но один не одним из лучших и не потому что я с кем-то дружил то есть сколько раз когда передо мной старшее начальство разливала коньяк а я говорил извините я не пью и мне говорили ну тогда еще там два года ты будешь ходить старлеем а я говорил окей я дакан я я давал слово что я старлеем уволюсь через 20 лет welcome а еще я давал слово что если про то как я увольнялся чтобы вы знали я был вне я дал слово что если я стану нештатным на чизом а мне там маячила должность хорошая которая всегда мечтала я вам честно скажу потому что она связана с инженерной деятельностью и она вот была вот прям руку протянуть а может быть ее бы и не было на сказал тогда что если меня назначат на чизом вот я приезжаю с отпуска или еще откуда-то это говорят все тебя назначили я пишу рапортного линия и мне не хватило получается 6 месяцев до 20 лет я думаю если бы еще месяца три просидел я бы получил должность но минус этой должности и минус всех должностей мимо которых я проходила а те кто разбираются те поймут это вторая форма допуска от которой я всегда уж он уходил и насколько почему я вам скажу прямо у меня жена супруга была латышка она не латышка по национальности на латышка по паспорту я встретил ее в петербурге я думаю вы примерно прекрасно понимаете что сколько меня мурыжили сколько меня таскали трех буквенники и все остальное обещали начиная от увольнений и посадить и заканчивать чем угодно но опять же это мой путь это моя история и я считаю что все получилось относительно хорошо вот и к тому моменту опять же когда я увольнялся не скажу что я увольнялся никуда у меня было уже много активов у меня не было ипотек скажем так у моей жены был хороший бизнес и не один вот он у нее и остался и понеслась бэтка это вот самое интересное одно сказала вы слышите другое никаких стран религии политики ни в каком месте я не поддерживаю я просто говорю позицию то есть люди которые пишут мне в комментариях хейтеры еще кто-то они меня слышат как по-другому услышать я не знаю но вы не дослушали что я хотел сказать я проверяю госуслуги каждый день но сегодня ну вот сегодня глядя в камеру я вам скажу что это будет мое решение то есть это не решение как у какого-то дяди вася что саша то что-то должен делать саша если решит что-то делать то будет и по поводу еще чего-то для меня всегда техника была важнее всего вам наверное сложно это понять но этот не дочь и габбана хотя у меня много из знакомых меньшего дохода носят что-то там не все еще нет машины я купил байк потому что так дешевле а тачка хочу купить только чтобы тестировать вот эти вот штуковина потому что я устал кого-то просить если говорить о каких-то вещах таких из разряда богатства я не могу купить помещение в котором я живу я могу его снимать но купить я не могу и я не хороший человек но вот с вами я честный и не потому что я честный или честный понятно что у каждого своя правда я в чем-то могу ошибаться но я верю в карму то есть я не враг себе здесь не и вполне возможно что по всей во всех этих историях с какими-то там брендами не теми с у меня какие-то позиции радикальные но вы теперь примерно понимаете что почему они такие у меня жизнь такая была что мне все время приходилось стоять вот прям рогом и выбирать каждый день я выбирал всегда тварь дрожащую чтобы вы понимали не право имеющие а как раз но я считал что всегда что это моя сила и может быть но после такого стрима я расскажу еще какие-то истории как раз из блогинга план замены всегда был никого не вы не понимаете что такое когда ты специалист которого не не заменить вы думаете мы и на это не писали все это очень и очень специфично те кто был те понимают я ничего не хочу сказать про систему плохого которая меня приютила и приютила она не потому что я туда хотел а потому что у меня больше не было выхода то есть мне негде было жить и это не из разряда выбора допустим у больше бравича не было общаги мне отец сказал в 16 лет все у нас традиция до свидания и все и вот мы не общались до третьего курса никаких обид мне кажется что если был другой подход я бы сейчас не сидел перед вами и вполне возможно вообще бы нигде не сидел все что в жизни нас не убивает и правда делает нас сильнее и хорошо иногда когда ломает чтобы ты бежал медленнее я не в коем случае не идеализирую мое прошлое я просто знаю как оно шло я не там где я бы хотел сегодня быть но тот ресурс который у меня есть те люди которые меня смотрят со мной общаются тот опыт который я получаю вот с этими вот железяками он меня радует и это моя радость да у меня болит голова у меня там не знаю глаза болят еще что-то но это не ваше нытье но я знаю что такое каждый день вставать 6 утра на службу 20 лет я знаю что такое грузить вагоны по 27 рублей за тонну я знаю что такое когда ты один когда тебе нечего жрать и когда ты живешь в подвале в на крайнем севере иду и здороваешься с крысами в течение шести лет чтобы послезавтра сказать а квартира у меня уже есть и это были маленькие маленькие шажки моей безопасности которые фактически безопасностью в итоге не стала но вот так вот так я жил и вам могут рассказать другие истории что я не компанейский чувак я никогда не был компанейским вам могут друга и другие истории рассказать что этом в таблетку получал не знаю раз 20 потому что что-то вякал получал и это абсолютно нормально и шрамы у меня не потому что я фея но своей жизни именно я по лицу человека никогда не ударил я наносил ущерб но у меня какой-то блок по поводу этого и нет не все драки заканчивались моим проигрышем и какие-то драки заканчивались тем что человек был выключен мной и мне везло кто-то по мне не попадал но это вот так такие уже к сорокету ты понимаешь что это детские штуки главное сейчас здесь живу живой здоровый я хочу работать а почему это говорю потому что я очень часто рассказывают в личных встречах но так как вы досидели до двух часов стрима мой отец продал все по моему в тридцать четыре года и до сих пор не работает ему 69 да ему хватит спалернул что у меня сейчас больше чем у него в пять раз но не планирую этого делать то есть я бежал и как я сам себе придумал что меня учили что я бегу и потом умру я так и решил вот я бегу а потом умру я может быть не делаю я точно однозначно не делаю всем людям которые меня окружают только хорошие дела то есть я очень часто как бы бросаюсь людьми как заблокировано 3000 человек в телеге взаимопомощи также заблокировано чертова туча друзей у меня был очень хороший друг женя фамилию не буду называть он вряд ли это смотрит но он сделал грязь ту которую я бы ни в коем случае делать не стал из-за денег очень больших денег я не могу с ним общаться и я много таких людей так людей потерял потому что они делали то чего бы я не делал потому что не мог бы потому что у меня были варианты допустим не знаю я отказывался два раза от наследства вот внутри меня все говорит что она к хорошему никогда не приведет во первых во вторых объективно как бы людям которые были рядом моих родственникам это было более нужным вот если говорить о каких-то с какой-то хорошей стороны вы понимаете что есть такая фраза я не буду говорить чья на я думаю вы это прекрасно знаете что ты имеешь право быть жестоким по отношению к людям настолько же насколько ты жесток к себе вот примерно то же самое чувствовали не знаю люди которые со мной служили молодежь я их не жалел ну то есть бежать я там блюю утрированно там ты можешь идти если тебе плохо уйти но ныть нет то есть мужик будешь стараться понятно что это гендерная какая-то штука но я считаю что я в этом смысле много добра сделал потому что человек должен понимать и это часто повторяю допустим своей телеге что боль это нормально неудачи это нормально терять это нормально ненормально делать плохие вещи ненормально воровать ненормально убивать и очень много заповедей которые в разных религиях присутствуют в той или иной форме они очень очень правильная и да может быть ты не достигнешь там миллиардов для этого но твои дети будут возможно счастливые потому что ты не испортишь себе карму ты может быть будешь не не выглядеть как не знаю у плохой человек и у каждого свой путь я никого не осуждаю но я выбираю с кем рядом идти спасибо что вы смотрите этот канал я не устраиваю таких посиделок меня сегодня не то что пробило еще раз повторяюсь что за 100 миллионов просмотров наверно людям интересно кто есть я и я привык долбить в одну точку и копать чтобы вы понимали когда рассказываю я бегал 400 800 лучше всех да я каличем был да я сейчас-то не атлет то есть это все кровью и потом мне ничего не далось просто так то есть все кровью и потом я во всем был не хорош у меня нет ни одного таланта вообще ни одного может быть вы скажете что я разговариваю более-менее неплохо и дикция друзья до пяти лет вообще не говорил то есть четыре с половиной года заговорил люди думали что я уже не мой если говорить о дикции так это брекеты я носил брекеты и заставлял себя точнее до брекетов я поймал волну в девятом классе когда у меня зубы искривились и я старался не показывать верхние зубы когда уже сознательном возрасте кстати я уже поставил себе брекеты в 26 многие люди в 26 ставят себе брекеты и три года ходил мне там клыки удаляли это было тяжело разговаривать с железками внятно отдавать команды быть смешным я брился наголо мне это безумно не шло я там до состояния добегал того что можно сказать скелета мне это нравилось потому что я себя побеждала я бегал при минус 42 градусах и потом меня безумно колбасило я ходил в бассейн пешком в течение часа десяти с лёхой мы ходили несколько лет с части там час плавали и шли обратно иногда бежали туда там плавали и бежали обратно и это не сделал нас быстрее сильнее но это закалило нас дух наш дух и когда что-то плохое в жизни происходило а плохого было много ты всегда знал как себя поломать как сделать так чтобы тело думала только о том чтобы не сдохнуть извините за мой французский это уже больше похоже на мотивашку нас про рассказываю как как я справлялся со стрессом когда ты понимаешь что ты один еще раз повторяюсь когда ты живешь в регионе с людьми у которых интересы абсолютно другие охота рыбалка машины интернета толком нормального нет ты слегка себя конечно пожираешь и ты примерно прикидываешь какой тебя потенциал был большом городе но ты уехал объективно потому что недостаточно большая акула сегодня утрированно я могу вернуться и я не говорю о ютьюбе я говорю о многих вещах которых я уже разбираюсь и но опять же это все пришло только к 40 кто-то это может освоить в 25-30 не знаю там кто-то вообще гений 16 меня все долго упорно и мучительно и вообще не думал что у меня что-то в жизни получится поэтому если вы сейчас это смотрите в неважно каком возрасте если вы будете бороться с собой я вам от себя говорю вы будете счастливы просто от того что вы боретесь то есть я себе часто повторял во многих очень моментах не знат даже когда никак не коннектились часы там не получалось стрима настройки 4 года не мог нормально стрима настроить какое блогер я у вас умоляю и вот это все суммарно дает мне право делать какие-то заключения в резюмирую по поводу железок потому что я к себе максимально строк я не говорю ну есть люди которые считают себя харизмать я даже не харизматичный у меня реально неплохая дикция неплохая но не лучше ее с довольно сложно поэтому копировать и я въедливый и системный то есть мне не сложно долбить в одну точку точнее мне сложно но я могу это делать и не каждый это может все мне не надо себя развлекать мне не надо подстраиваться под аудиторию набрал сегодня планшет 2000 просмотров посмотрите через год сколько он наберет а он наберет потому что никто не купил за 40 тысяч какую-то штуку которая хорошего бренда но что на нее не побегут люди смотреть и никому может быть неинтересно с ней разбираться вот так что так а если говорить о каких-то моментах из разряда почему нет мата потому что есть дети потому что я сам разговариваю часто к сожалению матерюсь и это меня не красит и очень много вещей которые делаю неправильно в жизни хотя бы здесь я стараюсь делать их по-другому если вы думаете что какие-нибудь казино банки еще кто-то мне не написывал если вы думаете что не не предлагали схемы там серые магазины я говорю я не фея но я примерно прикидываю каждый раз какой ущерб я могу принести тем или иными словами или роликом да для вас это может быть 1000 человек просмотров 10 тысяч вроде бы ничего я видел перед собой толпу в тысячу человек это много и 10000 я видел это много я благодарен каждому из вас кто приходит меня смотреть кто делится своим мнением мне важен ваш опыт я читаю эти комментарии мне не надо неважно выглядит для вас хорошо либо хорошо представлять девайс мне важно реально дать свою экспертную оценку потому что я себя оцениваю в некоторых моментах уже как эксперт и да многие девайсы вам кажутся что я много хвалю потому что я покупаю стараюсь только хорошие девайсы я не хочу потом иметь проблемы с их продажей они так богат чтобы тратить полмиллиона рублей в месяц на разница стоимость этих железок до что-то где-то компенсируется и блогерством и что-то посылают и какие-то там не знаю что-то и ревки там раз в год там этот али дает если вы не в курсе с февраля понятно почему прошло позапрошлого года они по моему первый раз что-то там кому-то кость какую-то кинули через год ну и просили там три четверти но это не нытье это из разряда у меня своя кухня вы меня оцениваете если что-то не так если я где-то не прав я с удовольствием услышу вашу конструктивную критику если вы думаете что какой-то бренд мне платит чтобы я другой хотел я вам спойлерну один из основных моментов в т.з. ну а я делал рекламные обзоры не хейтить конкурентов они не хотят конфликтов уже давно я может быть вам кажется что где-то за рубежом это так у нас нет у нас они сидят москва у сити дружно huawei и realme и таки о куда мы сегодня тусить поедем они не конкурируют они пилят просто рекламные деньги и все не допиливают по не пытаются делать скидки в ритейле они реально пилят рекламные деньги через не знаю шатры какого-то скомароха которого они в центре москвы поставили а потом вам постят фотографии это кухня о которой если честно я боюсь вам рассказывать на сто процентов я пока не оценил ущерб который будет для меня не с точки зрения как блогера один черт буду покупать эти девайсы с точки зрения того что найдут же я нашел себя и как бы в общем вот так валерьянка вам в помощь дениса вам в помощь отписаться и все я абсолютно бесконечно не понимаю людей которые себя мучают если видят два часа стрим идет зачем смотреть человека который тебе неприятен опять же меня можно не смотреть в этом тоже магия обзоров вы доходите до тела обзора ставите x2 смотрите только тесты железки а их никогда не подделываю меня нет смысла в этом у меня там не знаю еще раз повторяюсь у меня площадки мне все равно какой магазин мне что там даст даже если я беру каких-то магазинов у меня все равно площадки и все на площадке может быть миллион магазинов какой планшет лучше яблоко любое единственная планшета который потому что samsung которая с 8 плюс купил у сына уже тормозит добро пожаловать он забрал у меня ван класс лучше не топить блогеров зачем блогеров топить я не про блогеров саня ты бросил пить алкоголь после того как тебя нет 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 да это этой истории было миллиард вы думаете да не в этом и курсантские годы и все по-разному было там голодовку мы устраивали ничего только не было и там тоже многие люди показали свое истинное лицо у меня не совсем вы не понимаете я не считаю себя правом или что у меня правильная шкала вот этого хорошо и плохо я вам просто ее рассказываю то есть примерно описываю свою шкалу со стороны людей я был а социальным аморальным самовлюбленным таком который разбирается в технике постоянно всех унижает там бегает как конь и и все и там напоминает что в сигарете 138 ядов и 14 канцерогенов и она на сто процентов всегда ведет компотенции тада можете читать научные труды если вам 40-летний мужик который долбит сигареты рассказывает как у него очуменный тестостерон и он прям часами не сползает ни с кого ну окей значит он уникум а к чему это все к тому что я абсолютно неприятный человек при личном общении если коллектив в котором мне не уйти от кого-то то это постоянные конфликты как вы понимаете и в целом в целом подход довольно прост и системен если вы смотрите какие-то тесты в обзорах на наушники часы еще что-то это все собрано из ваших комментариев я не думаю я делаю вот как что-то да где-то как-то прочитал решил и все это добавляется что-то лишнее не добавляется у меня была была идея про разборки еще что все это все это лишнее я говорю может быть я на бусте сделаю вот что-то такое из разряда я разбираюсь жизни вам может быть кажется что это не так потому что в каких-то моментах я социален но я прям разбираюсь и я бы хотел делать какие-то туториалы начиная от переезда куда-то потому что городов я в своей жизни даже без стран менял 10 я не знаю 10 наверное мест жительств ремонтов делал доб токсик наверно токсик пам-пам андрей я комментирую только миллионников распаковка очень харизматичный чувак иногда его смотрю дальше антон вы шутите что ли вот чего чего я не буду об этом не в них нет до такой степени столько людей уже скидывала компромат на меня что это это не про то что не и от каком месте серьезно если бы ты пообщался с человеком который сильнее тебя понимает в технологиях ты бы по не побесился анти я очень часто общаюсь с людьми которые в тех или иных аспектах разбираются лучше чем я они не могут структурировать и они не видят всей картины то есть часто допустим в брендах третьего эшелона вижу обзора у людей и там не знаю вплоть до того что они проверяют сигнал уровень сигнала ну окей но я смотрю как он смотрит на эту железку в комплексе и оторван от других железок я ему не завидую а по поводу этих людей у нас был вячеслав помнишь администратор он ушел по понятным причинам потому что начал меня учить полез в семью скажем так и но это тонкая красная линия и он был умнее чем я в самсунгах это точно прям вот миллиард я думал тебе лет 25 ну ладно в жизни мне вот здесь вообще 52 кто-то дает а какую машину хочу брать я бы дню сначала права получила потом буду считать что я хочу каждый раз когда я покупал квартиру я хотел мазерате но здесь мазерате нет может какую-нибудь торон тать toyota corolla вообще я хочу если честно highlander вот toyota ну не я пока не понял планируется ли обзоры на motorola доб да я вроде все время делаю обзоры на motorola нет когда их не делал сейчас продолжаешь бегать глеб я вам нос полирую сейчас два часа 20 минут после общения с вами мне надо еще поделать обзор в 10 утра я встану когда мне бегать я вам сфоткал в каком состоянии я двигаюсь много двигаюсь тестостерона я тоже кстати скидывал почти максимал очка и бегать я планирую я прокан если честно вот у меня каждый раз когда я собираюсь активничать физически не какая-то тема приходит где можно заработать я честно скажу когда я могу заработать денег я зарабатываю параллельно деньги и так как я наверно часто придумываю что-то постоянно это меня забивает потому что если я много бегаю я плохо думаю вот честно то есть у меня спорт и интеллектуальная деятельность несовместимы с другой стороны я хочу сказать что все равно достаточно двигаюсь highlander хорошая когда снова будет обзор на беговые шмотки h&m просто на распродаже накупи и все саня здорово рек здорово один bodybuilder семья в российской федерации городе санкт-петербурге им там великолепно со страховками со всеми делами с хорошей школой с хорошим ремонтом обзоры на шмотки не будут ближайшее время потому что не знаю когда юрий все просто подписаться на телегу скидок и потом в комментариях здесь указать свой но здесь подписаться с колокольчиком на канал и в комментариях указать свой получается ник через пробелы в телеге потом увидим от сани обзор на машину может быть я если честно разрываюсь я вот вам клянусь я не знаю когда мне жить но если кто-то сделал хоть раз обзора я думаю что вы примерно прикидываете сколько эта работа я говорю мне безумно повезло с игорем оператором потому что мы работаем в тандеме и во первых это чек двойной то есть две пары главных намного лучше чем одна во вторых это юный мозг в третьих может быть хейтерские обзоры супер получаются потому что мы делимся все время негативом вас и он аккумулируется если я так бы один оценивал может быть не все там так было плохо сколько шагов ходишь смешного роман я вас умоляю я могу пробежать пробежать сейчас двадцатку легко на хорошее время с ракет проползти зачем зачем то есть ну не знаю вот сейчас я в этом возрасте а кого я в 40 лет там 39 мне что я лучше всех стану бегать нет я нормально выгляжу меня есть лишний вес нет я 73 килограмма вешу рост 182 монтаж занимает много времени доп он вообще он просто метеор полтора часа на smart полтора часа и вообще ну он реально опять же техника моя он набил руку вот и все я раньше делала ну не знаю часа два монтаж 23 так посоветуй пожалуйста недорогие часы давайте топа посмотрите вы сами не сегодня огромное спасибо всем кто пришел давайте мы разыграем 5 мебендов и все будут рады правда потому что и я как-то я думаю вы ушатались я тоже у меня уже почти три часа ночи или а завтра буду не деспособен нам не обзор делать вопреки всему несмотря ни на что нет же те два него я продал 23 килограмма за три месяца анти это плохо для сердца больше 20 килограмм в год нельзя но вы можете ну вы можете что айку это печально почему не печально айку с точки зрения маркетинга то есть он не популярен друзья вот короче я все выложил для того чтобы меня дальше продолжали гнобить и стебать но чтобы вы понимали с точки зрения банальной эрудиции по поводу насколько у меня есть мозг при всем этом я не потратил здоровье у меня максимальная пенсия я хочу жить я хочу работать у меня миллиард идей у меня миллиард проектов все это работает в той или иной форме и у меня любимое дело это youtube любимое дело это реальный youtube и железки вот и вы от этого только выигрываете во всяком случае если вам импонирует мой подход и вы мне как-то доверяете за эти года что кто-то смотрит то я надеюсь по друг другу не потеряем я безумно рад что вы смотрите делитесь своим мнением и все так давайте переходим наверно все таки к сцене 2 сцена номер два и что там и там у нас разумеется розыгрыш 5 мебендов здесь все очень просто почему потому что мы в случайное число случайно число мы видим вставляем количество про обзоров по моему в июне правильно в июне было 30 обзоров отлично рандомайзер 30 генерируем 28 смотрим 28 число это был стабилизатор вот это смотрели только подписчики я говорю у меня до сих пор несмотря на то какой канал есть вероятность выиграть смотрите вот кстати народ в основном уходит после того как я начинаю стрим с розыгрышем а вы говорили все из-за бэндов да это неразумно вот честно это прям неразумно смотреть блогера чтобы выиграть мебенд я в первую очередь это тоже это как не знаю не знаю ловушка я себя в нее посадил потому что сказал что я буду разыгрывать я уже думаю что может быть iphone раз в год там разыгрывать еще что-то ну ладно лиза энергии уже есть уже есть друг друг дай мне пожалуйста разыграть есть сто пятьдесят шесть комментариев всего а просмотров кстати 10000 по любому будет пять человек которые смотрят постоянно мк катя спасибо я думаю что мы можем посмотреть до лайв канал у него есть или нет каналы есть польза над life кстати это свежий подписчик я его не знаю дмитрий турбинский смотрим каналы life есть спасибо тоже не особо знаком это специфичный ролик видите алексей хусаинов очень много комментируют я очень надеюсь что у него life открыт да огромное спасибо что играете и за победу спасибо тоже пока седьмые ми бэнда пока восьмых нету я их еще не обозревал я слышь каналы здесь мне кажется будет проблема найти если он только старый подписчик надо прогрузить все ух ты ёшки-гогошки контролев надо искать да друзья я не вижу здесь live канала если он выиграет то значит пусть напишет и если смотрят ему что-нибудь пошлюну здесь его нет лайва нет хотя страны я и основного канала нет хотя он подписан ну-ка если основной найти или он прям прям безумно старый подписчик есть основной но вряд ли он слоева подписался вот лайва нету ну вот так отложу его может быть если у него он найдется я дождался своего часа да алекс я очень удивлен что ты кстати не выиграл никогда удивительный человек комментирует по моему вообще все раз два три четыре тот самый канал и есть life поздравляю кстати блогер даже для связи есть номер шортсы есть и 5 ищем made каналы есть life поздравляю мэйт опять человек тот самый мэйт алекс дмитрий м те вы все победили раз два три 4 5 смотрим если у меня стрим еще все ли разбежались или нет какой смартфон выбрать 2023 для перехода с айфона iphone 14 pro max а за срок а что рокфон 8 вышел цена съехала поздравляем спасибо и дмитрий гордиенко опоссум где все что-то у меня с лютым запозданием стрим идет ну да ну да позже андреич что не так думаешь сейчас лучше gt2 pro или gt3 однозначно gt3 шутка класс по поводу чего у вас там уже общение идет повторяюсь что мы сегодня начнем наверно завтра разбан 2 часа ночи если кому не лень может сегодня начинать разбан в телеге ты выпускаешь только роликов что они успевают за тобой простите пожалуйста с кузи ну да у меня был слон слог что пять обзоров неделю в итоге я делаю 7 на основном канале еще на лайф периодически иногда по 7 по 10 но мне интересно я тоже несколько лет подписан на тебя но ничего не выиграл сергей ну еще раз повторяюсь если кто-то здесь ради розыгрыша подписан то с точки зрения теории вероятности понятно 50 процентов либо выиграешь либо нет выиграть минимальную возможность честно давай уже ложится спать да у меня уже безумно болит голова под недосыпа накопленного очень сильно сани 11 с айка скоро на подходе вы будете смеяться но он уже здесь хотите стрим еще не все что не все какой телефон можно взять до 2030 давайте наверное заканчивать огромное спасибо всем что пришли администратором давайте я вас прочитаю что я говорю вы даже не представляете до какой степени классно когда у тебя есть люди которые мыслят как ты окей мысль ну в плане житейском мы разные то есть вообще люди разные не знаю если мы в жизни встретились там половину друг другу голову пробила но в плане поддержки и понимание вот это вот железяк кстати у меня есть еще личная телега если кому не лень можете туда подписаться этом кружочки записываю мне кажется что они полезны народ добавляется значит полезным больше чем удаляется код матраски матроски но это у нас андрей у которого дзен дзен польза над варвар я не думаю что он здесь он там продают свои мотоциклы постоянно хотел чтобы я на них обзор сделал серега рита методолог давно и кстати не было дмитрий диджей главный адекват наш постоянно периодически исчезает тимур мозг мозг юный мозг валентин таша тыква валентин фанат самсунгов ненавидит меня михаил мишки мишеряков хамелеон антон анатолий клюса илья дягилев мужик-мужик андрей огромное спасибо андрею или в лицо его вообще не знаю но хотел бы когда-нибудь узнать очень сильно мне помогает также как дмитрий гордиенко александр плюс юный пока юное дарование курса хорда я так и не понимаю если честно мне кажется это наш местный хакер но я не понимаю илья сергеевич кота вася максимально позитивный чувак также как маверик джавара дарья павел торопов дмитрий тихий дон тоже давно павел торопов должен давно дмитрий семенов периодически улетает или не приходит и universal рус вместе с причетника из компенхерста у нас ведет телеграм-канал с новостями иван марков жужу надеюсь ты с тобой все в порядке физически я не шучу опоссум архитектор завтра которая подло не пришла не прощу и в такую в такой день меня бросила упорно летает за границу никогда не хочет со мной встречаться даже если мы в одной стране денис вельшевский рейдж алекс тоже позитивный чувак огромное спасибо что ты с нами и голос дмитрий периодически наш чувак извините за сленг но это моя компания маленькая большая можете ее наблюдать в телеге взаимопомощи и личной телеге вот вот вроде бы про себя многое сказал переломов жизни у меня не было несколько операций на нос было по мне фраза лучше быть не казаться более чем правильно то есть если там очень странно что мне по поводу формы черепушки никогда не писали ну много всего писали там дрич моральный что-то там урод и т.д. и т.п. но я прекрасно знаю кто и есть в плане кожи и мясо в плане мозгов тоже и по поводу всех остальных вопросов стараюсь стараюсь быть полезным и вот это вот тема с названием польза я не знаю у меня всю жизнь была вот это вот слово быть полезным полезным польза это не хайп и тем более это неразумно если вы придумаете название нужно придумывать либо русские только слова и буквы либо только английские и в общем в общем так еще раз огромное вам спасибо надеюсь такую посиделку а как-нибудь еще устроил будет у нас повод наверное уже на лайв канале 11 ноября все это дело разыграем не думал что так душевно получится еще раз огромное спасибо в первую очередь администратором которые удаляли всех безумцев а их хватает сети давайте скажем друг другу нормально не нормально счастлива князь счастлива сергей тишки я вот мне вот интересно смотрите нас в онлайне даже 373 человека сейчас неужели вам тяжело один раз прийти на твич я почти каждый день стримлю чтобы спросить свои вопросы либо раз в месяц приходить на розыгрыш ми бэндов очень странно но опять же у каждого свой подход у каждого свой путь девайсом всем что на обзорах от меня да потому что в какой-то мере я все равно их выбирал и тратил на это свои средства добра и удачи вам дорогие